Партия 5-10 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 государства и вообще всемирную историю. Я вам расскажу, что за всю историю существования человечества было известно три формы рабства. Первое, конечно же, это было личное рабство, когда тысячи лет назад фараоны различные были, владели тысячами людей, душами и могли им распоряжаться как вещами, отправляли на войну и так далее. Это было личное рабство. Эти самые рабы восстали и скинули это рабство. Что произошло дальше? Вторая форма, конечно же, это земельное рабство. Земельное рабство вам известно, когда были крестьяне, когда они были закрепощены за определенным участком земельным, к примеру, имеют ли своего хозяина, вассана, феодала, не имея значения. И после этого, конечно же, ничего не поменялось. Но опять-таки крестьяне, свободные люди, хотели жить свободно. Они начали бороться со своими землевладельцами, со своими хозяинами. И они отменили налоговое рабство. Не налоговое. Я забегаю наперед, мы отменим его. Они отменили земельное рабство. И теперь, фактически, после того, когда было отменено земельное рабство, появилась третья форма рабства. Это же налоговое рабство. Мы все рабы, я вас поздравляю. Мы ходим, занимаемся решением своих вопросов, но мы даже не представляем и не можем себе представить и сказать, где мы будем через пять лет, где через десять лет, где через двадцать лет. Ни одна партия существующая не говорит о самом главном. Потому что сегодня на самом деле самое главное являются деньги. Ни одна партия не говорит, каким образом сделать так, чтобы на территории Украины были деньги, чтобы они появились. Что для этого надо? Конечно же, простая, понятная система. Простая, понятная налоговая система. Я еще раз говорил, что вам неизвестно, сколько вы платите налогов. Я вам скажу, сегодня, фактически, в нашем государстве сто тридцать семь налогов. Вдумайтесь в эту цифру. На всех нас навесили сто тридцать семь налогов. И по качеству ведения бизнеса мы находимся на сто восьмидесятом месте в мире. Когда выигнали Януковича, было сто тридцать пять налогов, он исчез, испарился. Пришла новая власть, ввела нам два дополнительных налога. Один из них это налог на войну. Тот, кто работает на бюджете, кто работает на фирме, официально получает заработную плату из вас. Но вы увидели в своих платежечках, других документах, что вам полтора процента также насчитали, это налог на войну. Я вас поздравляю. Задайте вопрос, почему нет у нашей армии танков, почему нечем стрелять, нечем воевать. Ведь налоги слад государства побирает. Ответ простой. Эти деньги не поступают на войну. Войну, даже войны сегодня нету, не объявлено. А то, так званая, сегодня фактически спонсируется и финансируется волонтерами. То есть всеми нами. Рабочая крестьянская армия, которая финансируется рабами налогового рабства. Вдумайтесь в эту систему. Конечно же, на самом деле ничего не будет никаких просветов. Сегодня Украина, наша молодая, красивая девочка, 23-летняя, прекрасная, в самом расцвете сил. И наша украиночка должна выйти за богатого, здорового принца Европы, а не за бедного и больного маразматика с Востока. Восточный диктатор. И вот это сегодня должно быть, и мы должны все понимать. Мы граждане Украины, и нам здесь жить, нашим детям. И мы должны скидывать с себя налоговое рабство. То, как это было сделано еще в 18 веке, когда Соединенные Штаты Америки, так звание конфедерация штатов, был и союз 13 штатов, отменили с себя налоги. Когда они два столетия не платили налоги, вдавая возможность зарабатывать тем людям, которые эмигранты приехали с Европы, со всего мира. И там действительно находится свобода. И больше всего Соединенные Штаты Америки уважают и любят свободу. Сегодня у нас ничего нету в государстве. За 23 года мы ничего не создали. Покажите мне хотя бы одно здание в Умане, которое было построено за бюджетные деньги. Я сомневаюсь. Все, что здесь строится, вся вот эта сфера, это все делает, конечно же. Кто? Частые деньги, предприниматели, бизнесмены, которые влаживают сюда деньги. Сегодня мы приехали первый раз в Умань, Черкас. И это действительно по-настоящему прекрасный, фактически европейский город. Мы когда заезжали, я говорю, ребята, посмотрите, как здесь люди ходят, красиво одетые. Намного лучше уманьчане одеты, чем черкащане. Вот это можете себе запомнить раз и навсегда. И вы, граждане и жители города Умань, на самом деле, являетесь самыми богатыми жителями своими грязными руками, сидеть в наших карманах и играть там в бильярд, забирать деньги. Не надо нам этого. Мы хотим жить для себя, для своих семей. И поэтому сегодня вы должны понимать, что сегодня самое главное, жители Уманя, сегодня самое главное зарабатывать деньги. Государство условия не создает для зарабатывания денег. Вы все являетесь студентами, предпринимателями, бизнесменами, ходите на бюджетные должности и так далее. И все, что вы делаете, вы ждете свою морковку. Месяц вы отсидели там, допустим, в горе Смолкоме и ждете, когда вам 150 долларов заплатят. Все, это нищенская пенсия. Я вас поздравляю. Все бюджетники являются самыми нищими бюджетниками и чиновниками во всем мире. Потому что 150 долларов зарплата, это не зарплата, за нее невозможно прожить. Тем более в таком прекрасном, красивом городе, как Умань. Вы имеете сегодня два актива, которые помогают вам всем здесь жить, красиво одеваться и думать только о своих семьях. Отлично. Первый вы знаете, мне нечего рассказывать. Софиевка. И второй, конечно же, человек, я забыл, подсказывайте, благодаря которым приезжают сюда сотни тысяч паломников и привозят миллионные доллары. Правильно, граждане Израиля и так далее, которые со всего мира приезжают. Не вздумайте никогда отдавать свои активы, потому что на этих активах вы будете вечно зарабатывать деньги. У вас всегда будут деньги у себя, у своих семей. Если государство вам не дает возможности зарабатывать, вы не спрашивайте у него. Потому что вы должны понимать, что сегодня вы должны из своего лексикона убрать три слова. Это слово дай, слово бесплатно и слово справедливость. Никогда никого ничего не просите. Ничего в этой жизни, в этом мире современном нету бесплатного, потому что в этой жизни за все необходимо платить. И слово справедливость. Справедливости не ищите в этом мире. Сегодня практически существует век информационных технологий. Сегодня все мы имеем смартфоны и можем связываться, работать, зарабатывать в интернете. Сегодня так происходит. У меня бизнес весь находится в интернете. Я налогов не плачу. Я активно, заявляю. Я являюсь черкасским миллионером, гривневым. И я этому государству налогов не плачу. Я чувствую себя свободным фактически. Но эта свобода, я хочу, чтобы к вам передалась. Чтобы вы так все понимали, о чем идет речь, чтобы вы так же зарабатывали денег. Мы предлагаем простую, понятную систему. 5% с продаж и 10% социальный налог. Это будет выгодно абсолютно всем. Все остальные партии фактически в нашем государстве выступают за все хорошее. За пенсию, за справедливость, за то, чтобы были созданы рабочие места, за языки, за ту же самую украинскую молу. Самое главное держать гривну. Все. Но на самом деле это не главное. Самое главное, чтобы у вас были деньги. Но денег на территорию Украины нет. Необходимо создать условия. Необходимо управлять и отменить все налоги, которые сегодня существуют. И вести простые, понятные цифры. Пожалуйста, вивчите ту самую украинскую мову. Людина, яка не мает грошей, вона завжди будет говорить про то, что сегодня главное разговаривать на украинской мове. Ни, дорогие мои, сегодня главное, чтобы у тебя были деньги. А украинскую мову я знаю. Забудьте вопросы и проблемы, связанные с украинским языком. Его просто не должно быть. Не существует. Не имеет значения. Запомните, уманьчане, на каком языке говорить о деньгах. На каком языке говорить о том, где их брать. Потому что на самом деле, фактически, необходимо вам всем иметь эти деньги. Если вы говорите на украинском языке, на русском, на английском, на иврите там и так далее. Не имеет значения. Главное говорить о деньгах. Всегда думайте, что фактически благодаря деньгам вы сможете решить 95% своих проблем. Вот так вот. Запомните раз и навсегда. Вы сегодня сидите, к примеру, с дома и не можете и боитесь выйти из своих домов, если же у вас нет денег. И это самое страшное в нашем государстве. Потому что за 23 года Украина ничего не создала. Украина не создала никаких условий для того, чтобы здесь были деньги на территории Украины. И мы, политическая партия, сегодня боремся за то, чтобы объявить на весь мир. Когда мы придем к власти, когда мы отменим все существующие налоги, мы введем в простую и понятную систему. 5-10. 5% продаж и 10% социальный налог. Другие налоги не нужны. Акцизы, пошлины, разрешения, лицензии. Это все не надо. Самое главное, чтобы у пенсионеров были пенсии не по 1200 гривен, когда они 40 лет отработали, а чтобы пенсии были минимум 500 долларов. И не имеет значения, кем он работал в прошлом. Потому что самое главное – будущее. И умейте всегда говорить о будущем. Планируйте свои дни. Потому что если человек не имеет четкой цели, не имеет плана, не имеет мечту, его ждет полный крах и полное поражение. Вы сегодня должны четко для себя определять, что для вас главное. И никто из вас не может мне подойти и сказать, что для него не главное в этой жизни являются деньги. Хоть один может мне противоречить. Нет, никто. Потому что сегодня вся ваша действенность, вся ваша активность, все ваши походы, выходы из квартиры, магазины, университеты, рабочие места – это ваша цель – получить и заработать деньги. Но как вы это сделаете – это другой вопрос. Государство ничего не дает. Государство только напишет в законе, а когда обращаешься к нему, то оно говорит, что не положено, нельзя, денег нет и судебные решения не исполняются. Сегодня ни один из вас, кто судился с государством, насчет возмещения каких-то денежных сумм, не сможет фактически исполнить судебное решение. И потому что существует и виновата система. Необходимо уничтожать существующую налоговую систему. Потому что для всех нас самое главное – денег. Я хочу денег, вы все хотите денег. Ребята встают флагами, машут, тоже им нужны деньги. Пенсионерам нужны деньги. Не 1200 гривен, а 2500 долларов. Пускай будет нам не жалко. Вашим внукам, вашим детям здесь жить в этом государстве. И поэтому, если мы хотим жить в красивом государстве, мы должны думать, что нам делать, за кого голосовать и где мы будем. Мы должны думать, где мы будем жить в мире. Мы должны думать, чем может быть полезна Украина для другого государства. Поэтому сегодня фактически мы должны только понимать и представлять, что является для нас главное. Для нас главное – скинуть с себя налоговое рабство. Оконы налогового рабства. Потому что то, что у нас сегодня существует, никакого просвета не будет. Все 199 партий из 200 зарегистрированных официально на территории Украины – это партии за все хорошее. Подойдите к любой партии и спросите, за что вы выступаете. Мы в Черкасах ходим. Мы в Черкас приехали, кто не знает. Мы в Черкасах ходим, смотрите в Ютубе ролики. Мы там ко всем подходим к милам, к очкам, к боксерским перчаткам, к хосам и спрашиваем, за что вы, какая ваша программа, что вы хотите. И получаем одни и те же ответы. Справедливость, рабочие места, украинский язык и поддержание отечественного товаропроизводителя. Это полный бред и полный крах. Ничего не будет. Будет полная повальная нищета. Потому что в аморальном обществе, в обществе бедном, на котором нет денег, на котором никто никогда не заработает, фактически всегда оно будет аморально. 23 года независимости Украины. Прекрасная наша девочка Украиночка. Она потеряла за 23 года Крым. Нету. Теперь мы заработали тысячу долларов, накопили, не можем уже даже у себя поехать в Крым отдохнуть. Потому что восточный маразматик, диктатор отобрал у нас Крым. Он отобрал у нас Луганск, Донецк. Все. В тех регионах, где нету денег. Потому что денег не было там. Это были сырьевые регионы, где деньги всегда вывозились. Сырье вывозилось то ли на восток, то ли на запад. Юг и север. Придумайте себя как хотите. Денега никогда не было. Где эти все миллионеры-лекархи, которые вывозили годами этот уголь. Их нету. Они кинули, плюнули и улетели со своими миллионами. Я вам более того скажу. Я неделю был в Киеве. Когда началась война, богатые люди, луганчане, донещане, кто бизнесмены, миллионеры. Что они сделали, когда сепаратисты пришли? Отвечаю. Они взяли свои доллары, миллионы, в чемоданы погрузили. Погрузили это все дело в свои прекрасные джипы, дорогущие. И вывезли их. Теперь вопрос. Куда они вывезли? В Умань? Нет. Покажите мне донещанина или луганчанина с номерами АНВВ. Нету их здесь. Они вывезли свои деньги только в единственное место, где в нашем государстве можно зарабатывать деньги. Они вывезли это все в Киев. Ну еще второе место, где можно зарабатывать, это конечно же Умань. Вот и все. У вас здесь активы, ходите, занимайтесь, ковыряйтесь. Сегодня ребята стоят кофе варят, продают. Прекрасно, молодцы ребята, зарабатывайте. Сегодня я не вижу, почему здесь в прилавках другие предприниматели не зарабатывают себе денег. Также не предоставляют услуг, не придают свои сувениры. Вот я приехал в Черкасс. Хочу в Умань купить сувенир Магнитик на холодильник. Где он? Где Магнитик за 10 гривен я сувенир отвезу на Черкассы? Нету. Это минус. Уманьчани, кто еще более-менее предприимчивый. Создавайте такие площадочки, делайте. Потому что поверьте мне, в Умань приезжает множество людей. И вы должны зарабатывать. Не обязательно сегодня регистрировать в себя свою деятельность как частного предпринимателя. Потому что вы должны в первую очередь найти деньги. Вы должны подумать, а сегодня есть государство, которое фактически является моим противником, врагом. Почему? Потому что оно не дает мне зарабатывать и забирает у меня деньги. Сегодня есть туристы. Самое лучшее туристическое место в Украине это Умань. Потому что сегодня каждый день к вам приезжают люди всех национальностей. Это и, конечно же, ваше достояние и могилы величайших израильских последователей. Отцов-основателей так называемых. Как в США Джордж Вашингтон, так и в Умани. Цадык Рахман. Если ошибся, извините. Вы сегодня должны все думать, как вам зарабатывать деньги. Хватит ходить туда-сюда и говоряться в своих вопросах непонятных. Где ноль результата, поверьте мне. Сегодня магнитика. Это минус вам всем, уманьчане. Позволю себе небольшую такую погрешность сделать. Вы должны зарабатывать и прийти тут поставить свои будки, расстелить и в ларьках зарабатывать деньги. Ничего страшного. Аптеки под ним подвинутся. То же самое сделает Приватбанк. Ваша главная цель зарабатывать и платить. Фактически оплачивать услуги и приобретать товары у других. Обменивайтесь деньгами. Свободное нахождение валют. Сегодня Приватбанк продает доллары. Продобавайте друг другу эти доллары, обменивайте на гривны и все. Сегодня фактически мы в Черкассах оккупировали представительство НБУ. Кто интересуется в интернете, все есть. И проводили там свои акции. Мы рассказали все о чем думаем НБУ. Региональные представители в Черкасском районе. Рациональный банк Украины. И думайте, на самом деле так и есть. Попробуйте сегодня зайти в Приватбанк и купить доллары. Вы не купите, их не продадут. А если вы обменяли эти 100 долларов, к примеру занесли, получили эти гривны никому не нужные, то эти 100 долларов сразу идут своим людям. Все. Ничего, вы не купите. Я с улицы зайду, мне доллары нужны. Я не куплю. Сегодня банк не имеет права лезть в наши карманы. И та Гонтарева, что сидит в Киеве, видели все ролик, что она пошла тоже в Сбербанк, в банк оккупанта. И она не смогла купить 200 долларов. Вот вам результат. Никакая система сегодня существующая, что у нас есть, она не действует. Она поломана и она больна по сути. Надо менять систему, надо бороться на свое будущее. Мы партия 5-10, к которой хотим прийти к власти с единой целью, чтобы вы все стали богатые. И как бы это ни звучало. Потому что мы хотим действительно добиться и реализовать ту мечту, которая стоит и должна стоять перед вами всеми. Скинуть с себя ярмо налогового рабства, освободиться и получать деньги. Потому что вы представьте, что будет, если отменить налоги на территории Украины все деньги и объявить об этом всему миру, то все деньги фактически с мира будут вливаться в Украину. Потому что здесь будет выгодно работать и зарабатывать. Налогов нет. Это будет безналоговый рай. Мы в Черкасах объявляем, там у нас есть место. Перекресток Гоголя-Смеляцкая, кто знает. Палац пионеров. И мы там на этом палаце пионеров все время выступаем и все время там уже стала у нас безналоговая территория. Мы 4 месяца уже проповедуем там. Сеем словом массы. И там каждый в субботу мы выступаем. И ждут люди, когда мы придем и будем рассказывать о том, как зарабатывать деньги. И они расстеляют свои стеллажи, почему я магнитик, как говорю. И они выставляют свою продукцию, кто чем занимается, шьет фенечки всякие и так далее. Кто цветы там, котят уже начал продавать. Вокруг нас все собираются. И они зарабатывают деньги. И за это все время, за 4 месяца, ни один казнахран не пришел и к усикрату не сказал, встаньте и уйдите отсюда. Потому что люди занимаются и зарабатывают денег себе. Бакарчук приезжал в Черкас и последний концерт делал, закрывал свой тур юбилейный 20 лет. Мы с ребятами из партии 5-10 одели кепочки, взяли агитматериалы и пошли в народы массы. И люди, которые хотели заработать, выставили опять-таки свои стеллажи, расстелились там флаги Украины, свистелки, дудочки, плакаты Вокарчука и так далее. И что вы думаете? Приходят милиционеры, приходит администрация стадиона и начинает их гонять. Нет! Подошли мы, предприниматели, бизнесмены, которые зарабатывают себе и своим семьям, подошли и сказали, руки прочь от предпринимателей, руки прочь от бизнесменов, которые делают все, чтобы деньги принести себе домой. И ни одна палатка, ни один стеллаж не был свернут и все валили кофе, продавали до тех пор, пока Вокарчук не уехал. Было 50 тысяч, там сколько человек приехало, весь стадион был забит. И были с других областей еще, с Кировоградской тоже ребята с партии 5-10 приехали. Мы пофотографировались и все. Никто не имеет права указывать предпринимателю, как ему зарабатывать деньги. Ни один чиновник, ни одно государство не имеет права своими грязными руками лезть в наши карманы и говорить, что нам делать. Мы, политическая партия, которая борется за отмену налогов, мы хотим вести простую понятную систему. 5% продаж, то есть продаете товар, платит 5% покупатель, а не сам предприниматель. Фактически при системе 5-10 предприниматели не платят налогов. И 10% это, конечно же, социальный налог, так званая заработная плата. То есть этого достаточно, чтобы вы просчитали, что сегодняшний размер ВВП Украины составляет порядком 30 миллиардов долларов. Эта цифра упала на 10 миллиардов долларов. Вдумайтесь, в России только 2,5 триллиона, в США 16 триллионов долларов, в Европе 16 триллионов долларов. Питину маразматику стыдно за свой размер, маленький по сравнению с Европой и США. Поэтому надо всегда, кто знает о том, что если хочешь заработать денег, имей дело только с теми людьми, кто имеет эти деньги. Дружить надо, вести бизнес необходимо с людьми, у которых есть деньги. Европа и США это 32 триллиона долларов. Дружить надо с богатыми, потому что с богатыми начнешь дружить, то также станешь богатым. Поэтому Украина, наша девочка, сегодня должна жениться за богатого и здорового принца, европейского, а не за больного и маразматического восточного диктара, который устоит на свой размер. Лилипуты сидят в Кремле и занимаются тем, что уничтожает наше население. И мы сегодня молодые бизнесмены-предприниматели вышли с протестом. Мы хотим достучаться. И наш президент Порошенко должен нас услышать. Должен услышать и сказать, что да, я хочу войти в историю. Я веду систему 5-10. И при такой системе, поверьте мне, все мы будем ездить на джипах, на электромобилях, на Тесле. И мы будем иметь достойный порядок. Сегодня там часть една. Коса, вилла, очки, боксерские перчатки должны вот здесь встать. Люди, которые сидят в этих будках, хепочки поодевали. Они должны сегодня развернуться и слушать, о чем мы говорим. Потому что мы говорим о деньгах. И это важно для них также в первую очередь. Точно, походите, берите рекламную продукцию. Берите, читайте, учитесь финансовой грамоти. Учитесь зарабатывать себе, своим детям. И сегодня, я всегда говорю, в Черкасах они уже приезжают и с радостью видят нас. Потому что они уже к нам привыкли. И все время я прохожу по улице, они говорят, когда вы будете? Смотри, мы будем в субботу. Завтра мы, кстати, будем выступать опять на том же месте. Они выбегают со своих будок, стоят и слушают нас. С пустыми руками. Потому что им стыдно раздавать то, что им давали вручать и так далее. Сегодня ваша цель, ваша задача думать о себе, о своих семьях. И не думать о государстве. Потому что государство о вас не думает. Как улица называется? Кто подскажет? Ленина? Переименовать его. Где у вас Ленин стоял? Скинуть его. Хватит нам этого совка, который уничтожался из 5 лет от нас. При коммунизме жили, радовались. Какой результат? К чему добились? Ноль результата. 23 года независимости. Чего добились? Ноль. Даже минусом пошли. Потому что за 23 года у нас забрали Крым. У нас забрали Луганск в Донецк. Кому нужно государство? Кому нужна невеста красивая? Без рук? Без ног? Без ног? Которые Крым забрали ноги. Это Крым. И левая рука. Инсульт. После инсульта. Нету. Все. Что будет дальше? Нам никто не говорит. Дальше сволочи попрут с Приднестровья. С Крыма туда на Хирсор. Будут Харько брать и так далее. А что оставим всеми остается? Мы должны думать и требовать изменить систему. У нас есть уникальный шанс. У вас есть уникальный шанс всех. 26 октября. Выходим и голосуем на своих избирательных участках. За политическую партию 5-10. Скидываем из себя налоговое ярмо. Потому что сегодня мы все являемся рабами. Мы не можем заработать. У нас нищенские пенсии, нищенские зарплаты. Если мы выходим сюда с магнитиком или продавать кофе, то что с нами, нам сразу в горе с полкома Казнократ прибегает. Прибегает Казнократ и говорит, здесь нельзя, убери. Здесь то нельзя делать, здесь другое нельзя делать. Какого черта ты мне Казнократ будешь рассказывать? Что мне делать в моем государстве, в моей стране? И как мне зарабатывать деньги? Государство вас всех не учит, как зарабатывать деньги. Студенты! Я ехал сюда, нагуглил. Почитал о Умане немножко. Сегодня по-гречески в Умане находятся 10 высших учреждений, заведений. Студенты, останавливайтесь, слушайте. Речь идет о вас. Сейчас я вам расскажу. Ваше будущее. Буду рассказывать. Сегодня студенты по окончанию вузов университетов выпускаются в пустоту. Ваши все дипломы никому в мире не нужны. И в Украине также. Вас сегодня вы учитесь за зачеты, платите преподавателям деньги за экзамены. Получайте этот пластиковый диплом бесполезный. И уходите работать в пустоту. Потому что на рынке вы фактически малек. Вас съедят акулы, вас съедят щуки и окуни. Все. Вы не сможете фактически сегодня зарабатывать на рынке. Потому что, получив диплом, вы идете по законству устраиваться. На казнократские должности. Вы идете... Я еще даже не могу представить. Где стабильность и тишина. А у нас в Украине ни того, ни второго нету. Но у нас есть возможность начать с первого параметра. Отменить в себя налоги. Оставить два простых налога. 5% с продаж. И 10% социального налога. И тогда мы приманим сюда самых богатых, самых состоятельных людей. И именно так работает экономический закон. Но наши казнокрады не могут этого услышать. И это очень печально. 5-10 уже давным-давно превратился в некое общественно-политическое движение. Это уже не политическая партия. Это уже движение за золотую, за уникальную страну. За то, чтобы сюда приехали деньги. Как продолжают работать наши чиновники? Самый яркий и самый простой пример. У нас продолжает быть война. И оттуда приходят люди с оторванными руками. И им предлагают купить протез деревянный за 80 тысяч гривен. Совершенно никому не нужен. Созданный за 2 гривны где-то подпольно. Они продают этот протез за 80 тысяч гривен. Они с этим протезом ничего не могут сделать. Когда этот человек без руки или без ноги. Говорит, то не надо мне этот ваш вонючий протез. Дайте мне, пожалуйста, 80 тысяч. Я насобирал еще 80 тысяч. И за что 160 куплю протез. Уникальный нано-протез. Из Германии, который мне поставят. Самый лучший протез, с которым я могу работать как своей родной рукой. Но наши казнократы говорят, нет, мы тебе можем дать только деревянный вонючий протез. И ты будешь в нем до конца жизни ходить. Вот как работает наша система. Но буквально недавно, в марте месяце, у нас появился шанс. У нас появился шанс все это изменить. Номер шестой в избирательном списке. Политическая партия 510. Это абсолютная таблетка от всех наших бед. 90% проблем, 99% проблем можно решить с помощью денег. Как только мы превратим нашу страну в систему рабочую, деньги сюда хлынут несметными потоками. И кусочек этих денег перепадет каждому из вас. Таблетка 510. Номер шесть в избирательном списке. Спасибо и до встречи. Потому что только при простой, понятной системе из двух налогов государство не сможет воровать деньги с бюджета. Только при такой простой системе налогообложения граждане Украины будут понимать, сколько они платят налогов. При системе 5-10, 5% с продаж и 10% социального, каждый гражданин будет понимать, сколько он отдал со своей заработной платы и сколько он отдал 5% при покупке своих товаров. Только такая система откроет гражданам Украины тайну налогов. Только при такой системе, простой системе налогообложения, понятной ребенку, пенсионеру, польются деньги, польются инвестиции со всего мира на территорию Украины. Потому что это будет уникальнейшее предложение для всего мира, для того, чтобы как заманить все деньги мира на территорию Украины. К сожалению, наше государство дожило столько денег, что долги государственные придут еще отдавать, скорее всего, нашим внукам. Ну а откуда мы возьмем эти деньги? Как мы их заработаем? Задайте себе вопросов. Что сделается на территории Украины, чтобы граждане Украины больше зарабатывали? Чтобы они могли хотя бы отложить? Чтобы они, как в Европе, могли даже за эту зарплату себе купить автомобиль? Почему у нас это невозможно? А в Европе это возможно. Потому что у нас запутанная и сложная система налогообложения, которая позволяет чиновникам официально выводить деньги на свои счета из государственного бюджета Украины. Потому что эта система позволяет грабить напрямую граждан Украины. Притом грабить так, что они даже не замещаются. Как вы думаете, насколько у вас ограбит курс доллара? Да, вы ответите, на 60%. Почему никто не задается этим вопросом? Почему я на 60% стал меньше зарабатывать? Почему на 60% я могу купить меньше товаров и услуг на свою заработную плату? Потому что их у вас украли. Главный вор на сегодняшний момент – Национальный банк Украины и государство, и кабинет министров. Вот главные воры. Вот главные бюрократы, которые постоянно вытягивают деньги с ваших карманов. Партия 5.10 нашла единственный выход – это упрощение системы налогообложения. Это ведение всего лишь двух налогов, которые можно прощайтать и понять. Где нас учат, как платить налоги? В каком у нас в УЗЕ учат, как собирать налоги? И сколько у нас налогов? Никто этого не понимает. Система сделана так, чтобы мы не знали, на сколько нас грабят. Сколько вынимают с наших карманов. Ответьте, молодые люди. Сколько вы сегодня налогов заплатили в магазине? Я вам отвечу – не знаете. При покупке алкоголя вы платите более 60% со стоимостью алкоголя. Почему у нас такой дорогой алкоголь? Почему у нас государство только постоянно поднимает акцизную ставку на алкоголь и на бензин? Где эти деньги? Куда они делись – никто не знает. Потому что 60% в экономике не платят вообще. Люди не задумываются. Девушка, скажите, за сколько вы тортик купили? 28. А? 28. Отнимите 20% – это вы отдали в государство от стоимости тортика. 20% каждый раз вы отдаёте. Это минимум, потому что в любые импортные товары входят таможенные пошлины. В любой подакцизный товар входят акцизы. В любой товар входят НДС и налог на прибыль. Вы постоянно тратите и кормите государство. Хватит кормить государство, которое нам не может обеспечить ни защиту наших прав и свобод. Где эти деньги? У нас голая армия. У нас раздутая армия. У нас страна сделает сам. Заплати налоги, потом же сам же обувай, корми армию, вооружай армию, которая обязана защитить нас. Милиция у нас не работает, пока не заплатишь, не дойдут преступника. Потому что у него минимальная заработная плата. И он не готов работать на 2 тысячи. Задачи еще один единственный вопрос. Как побороть коррупцию? Как заставить чиновника не брать взятки? Некоторые говорят, надо увеличить строки, надо контролировать, надо люстрировать. Есть простой выход. Закратить чиновников и оставшихся дать достойную заработную плату. В любом случае, гаишник за полторы тысячи гривен, которые стоят на перекрестке, будет брать взятки. Потому что он физически не может на нищенскую зарплату прокормить себя и свою семью. На полторы тысячи еле выживает пенсионер. Но в нем, к сожалению, нет возможности брать взятки. Пока государственные служащие будут получать нищенскую заработную плату, до тех пор будет существовать взятие и бюрократизм. Потому что государство придумает новые и новые способы, как вытянуть ваши деньги. За лишнюю бумажку, за лишнюю лицензию, за лишний разрешительный документ, за лишнюю справку. При системе 5.10 смогут зарабатывать все, и рабочие, и студенты. При системе 5.10 будет возможность поднять заработные платы государственным чиновникам и государственным служащим. Потому что только государственный служащий с достойной заработной платой не будет брать взятки. Потому что будут хватать денег на содержание своей семьи. Пока у нас нищие государства, у нас проблемы. Есть единственный выход. Это создание на территории Украины и налогового государства. Это система 5.10. Есть 12 тезисов нашей программы. Простых 12 тезисов. Выхода из той ситуации, из того состояния полупредсмертного, в котором находится Украина. И введение системы 5.10. 5 процентов продаж и 10 социального. Тезис 2. Свободное хождение валют. О чем это говорит? Мы хотим получать заработную плату и рассчитываться в магазинах с валютой. Будь то доллара, будь то евро. Такая практика существует в Турции, такая практика существует в Панаме. Тогда курс доллара будет официально привязан статистически к курсу гривни. И нас не будет беспокоить прыгающий курс. Курс гривни будет только регулироваться экономически. Благодаря этому кредиты подешевеют, а лучшие партии мира захотят работать в Украине. Обеспечат нам кредитование поставки ниже 5 процентов. О чем говорят другие партии, но не знают как это сделать. Открытие экономических гарантий позволит свободно ввозить в страну и вывозить товары и грузы. Украина – рай для инвесторов и корпораций. Вследствие этого Украина станет испочленной территорией для всего человечества. Раем для инвесторов, корпораций и предприятий со всего мира. К тому же это положит конец коррупции в службе таможенного контроля, потому что нечего будет контролировать. Таможенники будут контролировать только ввоз оружия и наркотиков. И тогда исчезнет полностью коррупция на таможне. Свобода собственности и распоряжения с землей. Вот четвертая политическая программа партии 5.10. Каждый гражданин Украины будет полностью правом собственности своей земли. Граждане Украины – полноправный хозяин на своей территории. Без разрешения из любых инстанций вы сможете распоряжаться землей, свободно решая строить ли живет, заниматься ли на ней сельским хозяйством, садоводчеством или производством других. Пункт 5. Кредитование без ограничений Национального банка. Банки, которые сняли ограничения, смогут максимально кредитовать экономику, предприятия и граждане. Граждане получат доступ к недорогим деньгам, иностранным кредитам. Банки не будут привязаны к Национальному банку, и будет живая конкуренция, которая позволит уменьшить проценты по кредитам. Только в конкуренции снижаются цены. Натериальное заявление в каждой может заниматься бизнесом. Не надо брать разрешение на занятия бизнесом у государства. Надо его просто уведомить, что я, Петров, Сидоров, Иванов, буду заниматься продажей пирожков или предоставлением других каких-либо услуг. И этого будет достаточно для государства, чтобы контролировать плату налогов им. Зачем мы берем разрешение? Зачем мы платим эти мыта, которые платятся при предоставлении разрешения на предпринимательскую деятельность? Просто вытягиваются деньги из наших карманов. Граждане Украины будут иметь полную свободу зарабатывать деньги без коррупции. Контрактная армия и достойное финансирование милиции. Правозащитники и военнослужащие должны получать зарплату не ниже тысячи долларов США. Так только в Украине в Аталитвир мы отменим воинскую повинность. Перейдем на контрактную армию. Сокращение в 10 раз. Только при нормальной зарплате будут действительно работать профессионалы в милиции. Не будут продаваться Путину. Пять в десять. Пять в десять, да, правильно. И смогут достойно защитить нас от посягательств внешних и внутренних врагов. Только при зарплате не менее тысячи долларов. Переход на лучший в мире медицинное образование. К сожалению, у нас сейчас бесплатное медицинское обслуживание прописано в Конституции. А по факту мы получаем только платные-платные услуги. Даже филографию сделать надо заплатить. Анализ заплатить. Таблеточки купить. Врачу зайти в кабинет. Положите пять гривен, пожалуйста, в коробочку на развитие кабинета. Вот наше бесплатное медицинское обслуживание. Партия 510 предлагает перейти на страховое медицинское обслуживание. Это мировая практика, с которой нельзя не согласиться. При таких условиях государству будет выгодно и страховщикам будет выгодно, чтобы меньше граждане болели и лучше лечились. И получили максимальное и необходимое лечение. Только страховая медицина может стать полное обслуживание гражданам Украины и поднять средний возраст в Украине. Повысить его с 70 лет. Безналовое государство обеспечит пенсии. Единый социальный налог в 10% позволит украинцам богатеть, а бизнесменам вы хотите синить. 10 социального процента налога плюс государственная пенсия в 300 долларов. Минимальная государственная пенсия обеспечивает и на равных условиях всем. В независимости, были ли вы депутатом, пилиционером или простым рабочим. Или занятым в сельском хозяйстве. Пенсия должна быть равная для всех и достойная. Минимум 300 долларов. Граждане Украины – собственники полезных ископаемых своей земли. Украинская земля вместе с ее черноземом, полезными ископаемыми, богатанной нам отграждения. Каждый гражданин Украины владеет полезными ископаемыми нашей земли. А значит, ему будут сплотить каждая иностранная или отечественная компания, которая их добывает. Свою долю граждане будут получать на специальный личный счет. Мы все рождены из территории Украины и все ископаемые земля принадлежат гражданам Украины. Так почему же граждане Украины не зарабатывают на полезных ископаемых? Почему они не зарабатывают в своей земли? Потому что нас опять же кратит государство. Партия 5-10 будет отстаивать и хоть и отстаивать интересы граждан. И хочет ввести специальный счет для каждого гражданина Украины, на который будут перечисляться деньги за добычу полезных ископаемых на территории Украины. Почему на угле зарабатывает только Ахметов, а не граждане Украины? Почему те работяги и шахтеры – самое бедное население на территории Украины, под ногами которых живет самое большое богатство Украины за полезные ископаемые? 5-10 – это великая антибюрократическая революция. У нас был Майдан. Мы благодаря Майдану поменяли только президента и кабинет министров. Но ни мы не поменяли систему. 5-10 – это антибюрократическая революция. 5-10 изменит всю экономику и политическую структуру нашего государства и все законодательство. И обогатит наших граждан. Присоединяйтесь, интересуйтесь. Больше информации в интернете – это единственная партия, которая собрала своих активистов по интернету, по Фейсбуку. Это единственная партия, которая финансируется гражданами Украины, а не какими-нибудь олигархами. Нас мало показывают по телевизору, нас не показывают в рейтингах. Хотя в рейтингах по интернет-голосованию мы уже давно перешли 5% и поэтому нас не показывают по телевидению. Нас государство боится. Мы не выгоды никому. Ни Ляшку, ни Блоку Порошенко, ни Народному фронту. Потому что, приняв систему 5-10, они не вернут своих миллионов, потраченные на избирательные программы. Они не смогут зарабатывать на нас в очередной раз. Потому что 5-10 лишит их этой возможности. Два простых налога, при которых сократится 80% бюрократов. Вот выход для Украины. Своё светлое будущее, скидывая с себя налоги. Умольчане! Мы привезли вам деньги. Мы привезли вам мечту. Кто хочет денег, пожалуйста, подходите сюда. 10 минут вашего времени. И мы вам поменяем мозги. Мы вправим в нужное направление. И вы поймёте, как говорить о деньгах, что нужно делать, где их брать и как себя вести. Ваша задача сегодня зарабатывать деньги. Ни одна политическая партия другая не говорит об этом. Ни одна партия не говорит и не представляет о том, где вы будете через 5-10 лет. Потому что сегодня для вас самое главное иметь деньги. Молодёжь, постой, послушай, о чём речь идёт. Сегодня вам необходимо зарабатывать. Ни одна партия не говорит, как это делать. Мы говорим, политическая партия 5-10, которая выступает за отмену существующей налоговой системы. И введение простых понятных налогов. 5% продаж и 10% социальный налог. Только так, на самом деле, вы сможете зарабатывать деньги. Потому что, открыв свои чеки сегодняшние, где вы покупали товары, там будет ПДВ 20%, который самый высокий в мире ПДВ. Нигде в мире выше не бывает. Сегодня там акцизы, там пошлины и другие красократские составляющие. Нас всех грабят. И мы сегодня являемся рабами нашего государства. Наша девочка, красивая 23-летняя украиночка, должна выйти за богатого и здорового принца европейского, а не за бедного и больного маразматика восточного диктатора. Наша сегодня задача скинуть с себя налоги и жить в красивом обществе, в красивом государстве, в самом выгодном государстве, не только для себя, а для всего мира. Необходимо сделать так, чтобы мы, когда имели возможность выйти за границу отдохнуть, чтобы другие граждане и другие государства подошли к нам, пожали руку и сказали, спасибо вам, ребята, что вы избавились от налогового рабства и мы будем идти по вашему примеру. Сегодня, фактически, наша партия, это партия, которая ведет свою деятельность открыто на всей территории Украины. Мы собрались, сообщество было, которое собралось через интернет, через Facebook, через YouTube, через другие социальные сети. И мы собрались и открыто заявляем сегодня на весь мир, что мы хотим жить красиво, богато, чтобы наша молодежь жила также в достатке и богатстве, чтобы все пенсионеры имели возможность также не только сидеть и ждать своей морковки, когда сверху их деньги упадут, но тогда, чтобы они также имели возможность зарабатывать. Не так недавно министр соцполитики Денисова, так званая, уважаемая, сегодня она сделала индексацию пенсию пенсионеров. Но вы вдумайтесь, пенсионеры, что за индексация? Ее получили только те пенсионеры, которые имеют пенсию 1500 гривен и выше. Все, что ниже, ничего не индексируется. Пенсионеры, подумайте, ходите здесь, остановитесь две минуты, послушайте. Сегодня, фактически, получая пенсия, это самая нищенская пенсия в Европе. Раньше, год назад, при курсе доллара за 8 гривен за доллар, пенсия составляла 150 долларов. Сегодня и 100 долларов нету. Вот это такое, вот сдайте себе. Весь мир сегодня распоряжается и производит отношения на основании доллара. 60%, 65% всей денежной массы в мире – это американский доллар. Все сделки, все заключается благодаря доллару. Все фондовые рынки, биржи, договоренности – это только доллар. Гривна никому в мире не нужна. Я отдыхал этим летом в Турции. Я поехал в Турцию, имея доллары. И турки у меня берут доллары в магазине, в аптеке, на ресепшене, в отеле. Другие услуги, фотографии и тому подобное. Попробуйте сегодня купить кофе за доллар. Не купите. Заплатить налоги за доллар. Не заплатите. Почтовые услуги – то же самое. Потому что сегодня необходимо развязывать руки. Государство должно подумать о каждом из нас. Что вам необходимо? Оно не спрашивает, что необходимо обществу. Оно ему навязывает. И нас сегодня навязали налоговое рабство, которое существует уже 23 года. Более чем 23 года. Еще при Совке 75 лет нас уничтожали, убивали и все. Никакой не было свободы и возможности зарабатывать. Гоняли всех кооператоров, членовщиков. Кто хотел и спекулянтов. Кто хотел и имел возможность зарабатывать. И несмотря на то, что диктовало ему государство. Потом они узаконили свою деятельность. Закон о кооперативах в 1987 год. Где не было налогов. Трень налога было только с продажей. После чего потом, когда поняли, Горбачев понял, что подожди, они разваливают советы. Нужно быстренько и немедленно это все дело прекратить. И вели налог 60% задним числом. И случилось распад Советского Союза благодаря предпринимателям. Потому что они уничтожили эту систему. Потому что они начали зарабатывать. Они начали ездить в мир. Когда границы были открыты. И они вносили товар напрямую из Европы. Привозили сок. Продавали. Вспомните, ваши родители расскажут вам про джинсы. Когда отдавали две пенсии. Две зарплаты носили. Лишь бы купить себе джинсы. Вот эта мальва, мальвины и так далее. Варенки варили все. Я еще в кастрюлю портил. Варил. Бегал сопряком. Ничего не понимал. Но делал то, что было модно. Делал то, что было в тренде. И ваша сегодня задача быть модными. Быть современными. И смотреть какие мировые тенденции сегодня. А сегодня весь мир избавляет. Должен избавиться от налогового рабства. В Украине это 180 место и 200 государств. Все. 20 оставшихся государств. Это рабы, которые живут в Сомали, Конго, Нигерии и так далее. Там вообще ужас тихий. Пиратство разведено. Сегодня практически та же самая ситуация на территории нашего государства. Какие вы имеете свободы? Расскажите мне. Скажите, в чем ваша свобода заключается? Свобода начинается тогда, когда человек имеет возможность свободно передвигаться на территории, распоряжаться деньгами, позволять себе выезжать, отдыхать за границей, прекрасно одеваться, прекрасно питаться, приобретать себе недвижимость, драгоценные металлы и прекрасные и хорошие автомобили. Когда вы идете речь о деньгах, вы должны понимать, что основная цель денег – это размножаться. Не думайте, что вы сегодня получили заработную плату и заработаете. Никогда. То, что сегодня нам государство подготовит план – это полная нищета. Вы 40 лет будете работать и будете получать пенсию 1200 гривен. Спросите, остановите любого пенсионера, он вам это скажет. И долинство пенсионера получает 1200 гривен, которые из 100 долларов даже сегодня нету. Мы сегодня должны избавляться от налогового рабства. Мы должны понимать, что сегодня необходимо. 75 лет Совок уничтожал нас. 23 года ничего не сделано. Ничего за государство и деньги не построено. Единственное, что построено – это… И то я даже не знаю. Отечественный товаропроизводитель. Запорожье завод стал, остановился ЗАЗ. Нету его. Выгнаны 20 тысяч сотрудников. Самолет Антонов остановился. Потому что никто эти самолеты не будет покупать. Но государство их почему-то датирует. Оно вливает туда деньги бюджетные. В это старое производство. Самолеты никому не нужны. Почему? Потому что сегодня Боинги создаются в Бразилии. И их покупает объединенный Равки Мират. И 100 Боингов купило. Я в Турцию летал на Боинге с 77 года. Вот так вот. Подумайте, пожалуйста. Сегодня ваша цель – зарабатывать себе, своим детям. Не думать о государстве. Ибо государство о вас не думает. Мы сейчас подходите к площадке. Мы приехали из Черкасс и приехали заниматься просветительской деятельностью. Говорить о деньгах. О бизнесе. О том, где выгодно. О том, как зарабатывать. Сегодня ни одна другая политическая партия не берет на себя ответственность. И не скажет о том, что необходимо фактически населению. Потому что мы с вами общаемся. Мы, политическая партия, всегда спросим у вас, что вам необходимо. Но мы знаем ответы. Вам не нужны деньги. Вам необходимы деньги. Что молодежи. Что пенсионеров. Что сотрудников. Что ребятам, которые ездят на автомобилях отечественного производителя. Или же там на джипах и так далее. Самим казнократам в городе спокойно нужны деньги. Какого черта они туда ходят. Правильно. Сидеть на своих казнократских потоках. И за подписи ничего не разрешать. А если разрешать за деньги. Никакого товара не производят никакой услуги. Сегодня мы должны думать, что мы выбираем. Среди этих двухсот. Массы планктонной. Что сегодня предлагают нам коса. Ничего. Вилла. Ничего. Боксерские перчатки. Ничего. Сегодня мы должны понимать четко. Что мы хотим жить все. В богатом, красивом обществе. Государстве. Где каждый человек имеет возможность зарабатывать себе и своим семьям. И это самое главное. И это реально произвести только тогда, когда будет отменена налоговая система. Когда будут видены простые налоги. 5% продаж. И 10% социальный налог. Зарплаты. Все. Все остальное не имеет значения. На территории Черкасской области самым богатым городом является Умань. И сегодня мы это говорим и открыто заявляем. Уманьчане самые красиво одеты. И самые люди богатые, которые имеют возможность распоряжаться землями. Потому что в вашем городе никогда никому не позволяете забрать ваши активы. У вас два актива. Это парк Софиевка и парк, и могила Сады Карахмана. Назовем его так. Поэтому ваша задача фактически зарабатывать на этом услуге. Первый раз вы тут выступали два часа назад. Я говорил, кто является предпринимателем, кто умеет зарабатывать деньги. Подходите к нам. У нас здесь небольшой сегодня, на сегодняшний день, без налоговая страна. Мы зарабатываем себе и своим детям, налоги не платят. Ребята стоят, продают нам кофе. Спасибо вам большое. Зарабатывают себе деньги своим семьям. И вот это самое главное. Сегодня я уже кричал, кто может воспользоваться тем, чтобы продать и реализовать свой товар. Почему-то я не вижу предпринимателей у манчан. Где вы? Продайте мне какую-то услугу и товар. Я готов заплатить деньги. Но вы не подходите, потому что боитесь. Непонятно чего. Сегодня ваша задача фактически думать о том, чем вы можете быть выгодны другому человеку. Если мы говорим о глобальных вопросах, то мы должны задуматься, чем Украина может быть полезна другим государствам. Сегодня с Украиной никто не будет иметь дело. Сегодня никакой инвестор сюда не привезет свои миллионы и миллиарды. И не будет здесь зарабатывать деньги. Сегодня ни один дурок, египтянин, не построит в УМА ни отель. Потому что ему не выгодно, не интересно. Как только он привезет чемоданы денег, ему необходимо будет заносить взятки. Платить для того, чтобы выделить земельный участок. Потом платить в Держи архитектурных бюро. Потом ПТИ взятки. Потом к нему прибегут пожарники, санэпидемстанция, налоговики. И ничего курсически не будет. Ни один здравомыслящий человек в мире, который знает цену своим деньгам, не привезет деньги на ту территорию, где деньгам не выгодно заниматься, зарабатывать, размножаться. И он не позволит терять свои деньги там, где не выгодно. Мы хотим, представляем Украину такой же богатой, где ВВП на душу населения составляет порядка 50 тысяч долларов. Пусть так будет. Самое богатое в всех государствах это Соединенные Штаты Америки, где фактически 60 тысяч долларов на душу населения ВВП составляет. Сколько в Украине? Никто из вас не знает, не скажет. 3,5 тысячи долларов. Мы хуже живем, чем в африканских государствах. Никакого будущего нам не рисуют, нам не дарят мечту. Вспомните себя, кем вы были в молодости. Вы, когда родились в тот свет, ваша задача была пойти в садик. Вы решили этот вопрос. Следующая задача, цель была окончить школу. Вы ходили 11 лет, страдали, носили двойки в своих дневниках, закончили школу. Потом, во-первых, ставили задачу закончить университет. Закончили. Дальше вас выкинули на рынок, зарабатывай. Пошли на работу. Зарабатывайте денег на работу. Но подумайте на будущем, какая цель. 40 лет проработать, имея нищенскую пенсию в 1200 гривен. Или начинать действительно думать о себе. Сегодня надо выбирать фактически. Я говорю, что украинцы почему-то разучились мечтать. Мечтать о своем светлом и прекрасном будущем. Мечтать о том, где они будут жить и где в каком государстве будут жить их дети. Сегодня основная цель это зарабатывать деньги себе и своим семьям. Мы это открыто заявляем. Ни одна другая политическая партия не говорит и не имеет картинку будущего конкретной цели. Сегодня мы выбираем партии, которые выступают за все хорошее и за все плохое. Сегодня фактически любой человек идет на участок, он всегда вас купит. Я сейчас расскажу пример по черкасам. Сегодня фактически необходимо думать, какая будет цель и будущее. Партия 510 дает вам эту цель и рисует вам прекрасную картину будущего. Безналогового государства, где все вы будете жить богато и красиво. И будут приезжать сюда и привозить вам деньги. И мне не надо о уме не рассказывать, что вам постоянно каждый год привозят деньги. Празднуют Новый Год, граждане Израиля, со всего мира вам сводят деньги. Зарабатывайте на них, предоставляйте им услуги, предоставляйте им товары. И вы будете иметь эти деньги. И эти деньги вы тратите для себя, своих семей. И это самое главное. Мы сегодня должны выбирать картинку, должны выбирать идею. Все остальные фактики за все хорошее. Почему-то так получается в нашей жизни, что мы выбираем кандидатов, которые являются одноразовыми такими выскочами. Они приходят и строят нам лавочки. Они приходят и кручат лапочки в наших подъездах. Зеркала вешают в лифтах, красят бордюры. И мы считаем, что они изменят наше будущее. Нет. Это люди, которые воспользовались, купили всех нас, пополоскали нас и поехали себе в Киев, получив депутатский мандат. И тому яркий пример. Это, конечно же, Поплавский, который в Черкассах прошел. Он купил все Черкассы по 200 гривен. Раздал. Стал депутатом. Поехал в Верховную Раду. И там девочек продают другим депутатам. И голый лето в Крапиве бегает. Клипы свои снимает. Все. Больше ничего не способен делать. Черкассы продались Поплавскому. Все. Знаете, раз и навсегда. Пенсионеры останавливайтесь. Студенты останавливайтесь. Задавайте вопросы, которые вас интересуют. Думайте, где вы будете через пять, десять лет, двадцать лет. Кому вы будете нужны. Кому в конце-то концов Украина сегодня в мире нужна со своими налогами. Деньги сюда не приедет, никто не привезет. Потому что ужасная налоговая система. Потому что чиновники, казнокрады, гусекрады сидят и не дают возможности зарабатывать всем нам. Разрешительная система, ее нужно уничтожить, только уведомительная. В нотариусу пошел, написал заявление, я хочу заниматься этим бизнесом. И занес в казнокрадское здание, в город с боком. Это заявление все, уведомил. Потому что человек не должен спрашивать у государства, а можно мне это делать или нет. Потому что ваше право, законное право, заниматься тем, той деятельностью, которой вы желаете заниматься. Хотите зарабатывать деньги? Пожалуйста, зарабатываем. Хотите товар продавать? Продаем. Хотите предоставлять услуги? Предоставляйте. Строить дома, офисы, коттеджи? Стройте. Но не платите фактически налогов, потому что нечего платить. Ничего нету. Везде дороги нету. Производство остальное, недугредно способное. Земля гуляет. Все. Единственная сфера, цивилизованный мир, на чем сегодня зарабатывает эта сфера услуг. Сегодня более 90% людей, населения в мире. Потому что ответ очень простой. Мы скинули, они скинули у себя налоги. Они, правительство пришло и говорят, мы хотим, чтобы граждане нашего государства жили богато, жили красиво. И все себе имели возможность позволить. Куда вы сегодня сможете позволить себе поехать отдохнуть? В какое государство? Вы имеете ли возможность тысячу, две, три, пять тысяч долларов взять и поехать свободно отдыхать? Нет, не имейте. Потому что вы не имеете даже возможности заработать такую сумму денег. Сегодня чиновники ходят на работу. Сегодня другие люди ходят на работу. Получают заработную плату и достатки в конвертах. Черный нал проходит. Пенсии нищенские. 1200 гривен. Нету пенсии. Это вообще ужас. Что добавить. И все, больше ничего. Мужчина, скидывайте себе налогов. Голосуйте за партию 5-10. Почему? Потому что при системе 5-10 мы посчитали, будет достаточно. Сегодня размер ВВП Украины составляет 30 миллиардов. Расстреливать надо парламент. Расстреливать парламент. Это все, что, к сожалению, люди могут сказать. Менять надо парламент, а не расстреливать. Мы не аборигены в самоле бегаем с автоматами Калашникова. Мы сегодня с законным путем можем поменять систему. 226 депутатов, свой премьер-министр, свой президент. И все. При такой системе возможно вас всех обогатить. Вы все ходите, занимаетесь ковырянием своих вопросов. Ваша цель, деятельность сегодня. Человек утром проснулся и думает, что мне сегодня делать. И, к сожалению, он думает только о еде и о деньгах. То есть это нижняя, самая первая ступень пирамидового слова. Это обычные физиологические потребности. Где взять деньги, где взять кружать и занятия сексом. Все. Больше ничего нету. Поэтому наша задача сегодня скидывать в себя налоговое ярмо. Налоговое рабство. И мы должны сегодня понимать, чем больше мы платим налогов, тем меньше мы зарабатываем, тем меньше у нас денег остаются. Потому что сегодня основа основ составляет, это, конечно же, возможность зарабатывать деньги. Вдумайтесь в вопрос. Сколько вы платите налогов? Никто из вас не ответит. Какие налоги вы платите? Уначале, подходите, потому что мы рассказываем о деньгах, о ваших деньгах. Вам всем нужны деньги. Студенты, вам нужны деньги? Нужны. Прекрасно. И вот, пожалуйста, поколение пенсионеров. Пенсионеры рядом сидящие. Вам нужны деньги? Какая ваша пенсия? Деньги не нужны пенсионерам. Потому что, к сожалению, у пенсионеров в этой жизни уже ничего не осталось нужно. А вам нужны деньги, пенсионер, чтобы вы могли выехать в Германию, встретить там фрау, посидеть в Мюнхене, покушать сосиски-балански и настоящее пиво выпить, а не умольское пиво. Непонятно. Вам, молодые люди, деньги нужны отдохнуть в Турции. Молодой человек, спросите, девушка, спросите, где я буду через 10 лет? Ответа нет. Думайте над тем, как зарабатывать деньги. Поэтому сегодня, фактически, необходимо думать над вопросами, где брать деньги и что делать над тем, чтобы эти деньги пришли на территорию Украины. Выбрать самый богатый регион Черкасской области. Дай Бог, чтобы вы были самым богатым регионом вообще во всей Украине. Никогда не отдавайте активы, которые у вас есть. Два актива. Фактически, сегодня на территории Украины нет денег вообще. Город. Но сегодня я заехал, глянул на вас. И, конечно же, второй. Первый – это Киев. Потому что деньги можно всегда заработать в Киеве. И второй – это умоль. Где человек с асфальта может деньги поднимать. Тут золото все усыпано. Обратите внимание на свои пятые. Вы ходите по золоту, и они у вас уже блестят. И вот это самое главное. Умейте зарабатывать деньги. Умейте эти деньги умножать, приумножать. Кому интересно, заходите в интернет. Смотрите, о чем говорит Панция 510. Мы говорим за безналоговую Украину. Необходимо скидывать с себя ярмо налогового рабства. И фактически вводить простые, понятные налоги. 5% продавший 10% социальный налог. Только так мы действительно можем иметь возможность заработать и жить в красивом государстве. Все мы любим Украину. Все мы хотим жить в богатом государстве. Но нам не дают, и мы не имеем эту возможность. Сегодня, если мы начинаем заниматься каким-то делом, то обязательно мы укрываемся от налогового инспектора. Мы обязательно платим взятку на таможню, если товар сюда идет в Порсину. Мы обязательно для решения своего вопроса заходим в городсполком, заходим в другое государственное учреждение. И там мы обязательно платим эти взятки, казнократские составляющие. И это не выход. Это не выход с той системы, которая сегодня есть. У вас денег не хватит, чтобы жить по-честному сегодня. И чтобы все мы могли платить точные, честные налоги. Поэтому, граждане Украины, фактически сегодня мы все являемся гусекратами и казнократами. Мы все являемся воры, потому что мы не можем честно жить в этом государственном обществе. Кто работает на частный предприниматель, тот имеет минимальную заработную плату. Все остальное доплачивают за вам в конвертах. И это грех. Грех, в первую очередь, перед нашим государством. Но государство нам не создает условия, и мы не являемся таковыми. Мы не являемся грешниками. И мы должны сегодня думать о том, что государство нам позволяет делать. Оно нам не умеет и не знает, как у нас отнять даже ту самую сумму денег, заработанную законным путем. Потому что законы сегодня существуют нормы, чтобы их отходить и зарабатывать себе больше денег. Государство сегодня фактически является отсталым. Потому что государство, знаете, это чиновник, который не заинтересован в том, чтобы у вас забрать деньги. Ему закон предписан, и он на основании этого закона решает вопрос, сколько с вас взять. И все, больше он ничего не может сделать. Чиновник не создает никаких товаров, никакой продукции, никаких услуг. Потому что чиновник – это фактически лицо, которое целый день сидит в своем кабинете, не отрываясь за стула. Который сидит и кнопкой играет в шарики, и который пьет кофе. И 80% своих вопросов он просто решает домашних вопросов на рабочем месте. Я разговаривал с гражданином Германии. Он говорил, я захожу к вам, вы все сидите постоянно пьете кофе. Государственные чиновники в своих рабочих местах. Если бы это было у нас в Германии, они бы тут же вылетели и тут же были уволены. Посмотрите, как там занимаются в Европе богатые государства. Там за милую тишу они все пересадиваются на экологический транспорт. Они все ездят на велосипеду. Мэр Великобритании, не мэр, а премьер-министр Великобритании сегодня в метро на работу ездит. И все. Чем как сегодня наш премьер на чем ездит. Слава богу, уже дороги не перегревают. Тихо он какими-то там путями пробирается в свой кабинет министров. И сидит в кастократе, ничего не делает. Министерство финансов за 20 лет не создало ни одних условий, чтобы мы все имели возможность спокойно, честно зарабатывать. Потому что уже надоело. При системе 5.10 каждый предприниматель будет иметь возможность спокойно платить налоги. Все выйдут из тени. Вы просто каждый из себя задумаетесь, а выгодно ли вам будет платить 5% с продажи. Покупатели. Покупатели. Вы все ходите и молчите. Откройте свои чеки. Посмотрите. 20% ПДВ. А будет 5. И мы все сделаем для того, чтобы вы были богатыми и имели деньги. Чтобы вы имели возможность зарабатывать. Вы платите сегодня, даже не думаете и не знаете, сколько вы платите налогов. А мы хотим, чтобы вы знали. И наш весь налоговый кодекс сегодня изображен на нашем флаге. 5% и с продажи 10% социальный налог. И это самое главное. Потому что при той налоговой системе, которая сегодня существует, никогда мы не будем зарабатывать. И никогда мы не будем иметь деньги. И все. Запомните. Мы в Черкассах первый раз, когда выходили месяца три назад. Тоже проводили митинг. Мы спалили налоговый кодекс. Кому интересно, в интернете поищите. Мы взяли его и просто спалили. И мы начали иллюстрировать саму систему, а не отдельных чиновников-кордократов. Мы взяли налоговый кодекс, спалили его, кинули в ведро, в урну. И отсюда уже все остальные начали нас копировать и чиновников-люстрировать. Вы думаете будет в нашем государстве иллюстрация? Вы ошибаетесь. Вы не понимаете все, что такое на самом деле иллюстрация. Вы не знаете. И мы вам расскажем. Иллюстрация – это замена одних казахрадов на других. Потому что нельзя нечестного поменять на честного. Меня сегодня, честного адвоката, посади, отправь на должность в горы с полком, отправь на должность в судьи, в прокуратуру, в МВС органы. Я свежий, честный огурчик. Попадаю в эту систему с солеными огурцами в бочки. Я стану таким же казахрадом. Я ничего не буду. Потому что система существующая убивает все желание. Жить честно. Жить красиво. Жить, зарабатывать так, как это делают Соединенные Штаты Америки. Сингапур. Так, как это делает Южная Корея. Газгонг. Объединенные Аравийские Эмираты. Сегодня в нашем государстве жить честно нельзя. Кто бы вам что ни говорил. Иллюстрация ничего не поменяет. Хоть и закон уже вступил в силу, но поверьте, ничего не поменяется. Скажите, пожалуйста, когда Януковича выгнали пинком под зад, он уехал с территории Украины. Что поменялось? Вы увидели какие-то улучшения? Нет, нам добавили два налога. Это на депозит 15% и 1,5% это фактически налог на войну. Окройте свои платежки. Комитации, которые вы зарабатываете деньги, перед вами отчитываются, покажут ваши нищенские заработки. Там вы увидите 1,5% на войну. Что это за податок, если в нашем государстве не объявлена никому война? И нам никто войну не объявлял. Кто это придумал? Задумайтесь над этими вопросами. Сегодня, к сожалению, на территории Украины происходят ужаснейшие вещи. Никто сегодня не объявляет официально и не говорит, что у нас чрезвычайно там военное положение или же объявлена война. антитеррористическая операция. Это непонятно что. Никакими нормами международного права не закреплено понятие антитеррористической операции. Потому что ни одно государство не будет вмешиваться в внутренние процессы, к примеру, Украины, если не соблюдена норма международного права. Как только мы, обращаясь к президенту нашу площадку, как только мы объявляем и говорим, что у нас военное состояние, военный режим, то в таком случае весь мир уже начинает думать о том, каким образом помогать. Сегодня все волонтерцы всего мира занимаются доставкой различного обмундирования, различных продуктов питания, различных других приспособлений. Скажем, в Канаде, допустим, к примеру, диаспора Украины, украинская диаспора, сегодня они беспилотники отправляют, по 5 тысяч долларов составляют эти беспилотники. Летают с сепаратистов в свете, те стреляют и ломают эти беспилотники. Государство, к сожалению, законсервировало танки в последней разработке оплот БУАТ. Почему их не отправили туда на помощь нашим ребятам, чем же самым киборгам, которые едят в Донецком аэропорту и защищают этот последний оплот надежды на то, что мы действительно можем оставаться государством. Весь мир сегодня смеется над Украиной. Почему? Потому что мы нищая страна, потому что здесь нет денег на этой территории, потому что у нас забрали. Вдумайтесь, где еще в мире забрали у нас, где еще в мире забрали у другого государства территории. Есть пример. В 2008 год Путин заехал на территорию Грузии, забрал Абхазию. Что сделала Грузия? Подсказывайте. Не знаете, отвечаю. Грузия плюнула в лицо Путину, забрал Абхазию, подавись ею. И они, грузины, я уже горло надрываю. Объявили свою территорию без налоговой. Сегодня предприниматель с Европы приезжает с деньгами, открывает бизнес, и там система, при которой на протяжении 5 лет налогов вообще не платит. Сегодня все желают ездить в Грузию. Теперь посмотрите, что случилось за 6 лет, какие реформы были правительные блестящие. Как Санкт-Петербург отменил все налоги, как он реформировал, по-настоящему реформировал, а не то, что нам говорят очки, милая коса, боксерские перчатки. И сегодня Грузия фактически отменила с себя налоги. И там вводят они 5% с оборота. И это самое главное. И нам надо у грузинов поучиться, как жить красиво. Посмотрите, какие здания они строят, какие сооружения. Миллиардеры туда уже деньги вкладывают. Дональд Страмп в Дбрисе построил 190-этажный отельный комплекс бизнес-центр. Вот. Надо учиться у богатого. Бизнесу и зарабатыванием деля учатся у богатых людей, а не слушать по телевизору маразматические фразы. Например, необходимо поддерживать величезненного товара виробника, необходимо разговаривать украинскую мову, необходимо думать про створение рабочих миссий. Это все чепуха. Это все ерунда. Ни о чем абсолютно. Потому что никто не говорит, как сделать так, чтобы деньги пришли на территорию Украины. А мы говорим о южной партии из двухсот зарегистрированных непонятных, которая говорит, чтобы деньги были на территории Украины, необходимо отменить налоги. Скидывайте себе налоговое рабство. Так, как это сделали. Правильно, женщина? Все правильно. Спасибо за поддержку. Голосуйте за партию 5-10, шестой номер в избирательном бюллетене. Хоть за своих много велитей, подумайте. И сегодня весь мир отменяет налоги своих граждан. Думает цивилизованный. Штат Фаридов, США. Один налог, 7% с продаж. Все. Посмотрите, как там живут. Украина сегодня беднейшее государство. И мы говорим правду. И не бойтесь слушать правду. Беднейшие пенсионеры, студенты, не имеющие никаких перспектив, задавленные, задушенные признать, которые немножко нашли свои крестинные комнатки, уроки забилить там и все. И со своими лапищными, бахнатыми государством, которые лазят в каждую камеру и там пальцем выковырят последние наши деньги. Сегодня Порошенко должен войти в историю, как президент, как отец-основатель, который избавил население от налогового рабства. Так, как это сделали Джорджи, Вашингтоны и прочие франклины, которые освободили свое население от налогового рабства. Почитайте декларацию независимости с 1776 года, а 4 июля. Это от 13 штатов сели представителей, сенаторы. И сказали, мы плюнем в лицо к коронию Великобритании. Мы не хотим Англии платить налогом. Мы хотим жить в своем государстве, потому что наши отцы, наши прадеды, отвоевали независимость. Мы забрали от теледыща. И результат такой деятельности мы сегодня наблюдаем. У меня друг Ярослав. В 2006 году все ходили смеялись. Мы с ним учились в университете в одном. Все над ним смеялись. Потому что здесь он двоечником, двоечником был. Ничего страшного. Не бойтесь, двоечники. Вы свет нации. Вы умеете зарабатывать деньги. Сегодня все отличники – это блестящие рабы, которые сидят на своих должностях и прекрасно исполняют обязанности, на которые их работодатели закидывают. Сегодня двоечники, троечники – это генераторы, это предприниматели и бизнесмены. Откройте сегодня, подойдите к любому предпринимателю, спросите, как учился в школе. Негативно. Я сам еле-еле закончил школу с четырьмя тройками. Признаю. Математику никогда не любил, химию и физику. Всегда любил науки, историю, географию и так далее. И сегодня я зарабатываю намного больше, чем также зарабатывают мои одногруппники, которые сидели и давали мне списывать. Все. Больше ничего они не могут. Плачать свои нищенские зарплаты – 1150 долларов. Сегодня то государство, которое исправило своих граждан, поистине является самым богатым и свободным. Попробуйте посягнуться на свободу американца. Вы получите срок. Попробуйте сегодня, фактически, нагрубить любому какому-нибудь полицейскому. Не имеет значения, вы на ломборчине или нет. Он вас оштрафует. Он вас за решетку посадит. Потому что система там работает. У нас в государстве не работает. За все можно откупиться. За все можно заплатить деньги. И вы будете честно ходить со светлым лицом и улыбаться. Но на самом деле это путь никуда. Никакого будущего нет у нас, наших детей, если мы не будем изменять систему. Если мы не будем бороться за скидывание с себя налогового ярма. Откройте свои чеки, посмотрите сколько вы заплатили налогов. Единственный открытый налог вам показывает на ПДВ 20%. Но там нет акциза, там нет пошлины, там нет лицензии, разрешения и другой краснократской составляющей, которую мы платим, чтобы наш товар пошел на рынок. И все. И поэтому никакой не будет у нас будущего, если мы будем оставаться при такой же системе. Я рассказываю дальше о своем друге, американском Ярославе. В 2006 году он плюнул сюда. Кто там сидел у нас? Ющенко. Сидел в Метто Чиви, наговорил у Лады. Никакого результата нету. Януковича к власти привел. Вот единственный результат, что он сделал за всю свою деятельность. Сегодня Ярослав выехал тогда в 2006 году в США. Проработал плиточником, был дальнобойщиком. Да, жил непросто. Что сегодня там происходит? Сегодня он имеет дом. Знаете, вот эти их домики красивые, с газончиком и с гаражом открытым. Имеет два автомобиля, семью. Автомобиль купил А4 Аудио Квадро. За 4000 долларов. Купите сегодня в Украине такой автомобиль. Улочане. Кто купит автомобиль? Сами вы знаете. Сегодня, чтобы автомобиль приехал на территорию Украины, в Европе он стоит 300 долларов, в Украине 3000 долларов. Нищим продают за дорогущую цену автомобиль. Вот и все. Никакого будущего. Потому что пошлины, казнократы, налоги ПДВ, налоги на заусилизационные сборы и так далее. В ГАИ еще идешь и платишь, чтобы тебе быстренько там порешали все вопросы. Номера подходящие дали за 1000 долларов. Плевали на эти красивые номера. Дали номера и все, будь здоров. И сегодня этот Ярослав находится там в Черкассах. Мы с Черкасс приехали. И 20 числа один назад в Соединенные Штаты Америки. И говорит, я приеду и отдохну. Я спрашиваю Яре, каким образом? Говорит, 230 долларов стоит следующий тур. Ты садишься в Лос-Анджелесе. Он живет в штат Невада, город Рино. За 10 лет в два раза население увеличилось. Вот и все. Сейчас про Украину возвратимся. Он там живет и говорит, я поеду в тур. Пожалуйста, садится в Лос-Анджелесе на автобус. Едет, пересекает границу, в Мексику едет. Там сидит 4 дня. Ест, живет, жрет, гуляет, спит. Все бесплатно, все услуги. Каждую ночь в отеле они заезжают. 230 долларов. Сегодня в Черкасс выехать в Умань составляет 500 гривен. К примеру, 50 долларов. Ни с чем не сравнится. Погрузили, отвезли, полчаса в Софиевке погуляли. Деньги выкинули, заплатили. Умань заработал. И правильно делаете, зарабатываете. Где магнитики? Я хочу на Черкассе магнитик отвезти. Кто мне из Уманьча продаст магнитик сувенир? Бизнесом занимайтесь. Вылаживайтесь сюда сегодня без налога. Тут территория, площадка. Зарабатывайте денег. Объявили мы о том, что в Умань приезжает черкасского бассейна партии 5-10. Кто знает систему 5-10, тот знает о чем идет речь. Кто не знает, подходите и интересуйтесь. Берите агитационные материалы. Потому что речь идет о ваших деньгах. Потому что мы боремся за то, чтобы с вас скидывать налоги. Мы делаем то, что не делали. Кто? Очки, вилок, коса, боксерские перчатки. Они не говорят сегодня, как вы все будете жить, в каком государстве и как вы будете зарабатывать. Потому что заработать единственное – это они. Сегодня новая власть пришла к нам. Очки, вилок, коса и боксерские перчатки. Опять говорю о вас в суповом наборе. Единственное, что поменяется – эти люди уйдут в 2, в 3, в 5, в 10 раз еще богаче своих государственных должностей. Но мы также останемся в полной и громешной нищете. Потому что ничего не меняется. Никакие законы не работают. Никто не собирается, не занимается чем делать. Сегодня милиционер. Единственное, что он может сделать – это возбудить уголовное дело. И затейки его закрыть. Я адвокат, и я знаю, о чем я говорю. Поверьте мне. Судья… Где умные судьи? Вы хотите, я расскажу. Судья никогда в нашем государстве, имея нищенскую зарплату – это 15 тысяч гривен, 20-25. Никогда он не будет судить по закону. Потому что ему неинтересно вычитывать нормы закона и создавать действительно какие-то прецеденты. Поговорим о прецедентах. Сегодня партия 510 говорит о том, что необходимо ввести прецедентное право на основании такого, которое существует в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании. Это прекрасная возможность и прекрасная возможность всем иметь действительно право. Поэтому умачание. Мы сегодня приехали сюда и с радостью вам тут все рассказами немножко так доводим вам основную идею партии 510. Партия 510 выступает за отмену налогов. Скидывайте из себя налоговое ярмо, налоговое рамко. Голосуйте за свое светлое будущее. За то, чтобы быть богатым, жить красиво. Потому что вам на самом деле всем нужны деньги. Вам, вашим детям, вашим семьям. Никто другая партия об этом не говорит. Все выступают за все хорошее. За украинскую мову. За песню. За верши. Вышиванки. Створение рабочих мест. Петрымкович изнявых товаров и уздыка и так далее. Но никто не говорит о том, где вы будете завтра. Где вы будете зарабатывать. Как вы будете зарабатывать. И кому вы нужны. Открывайте вопрос. Что вы можете предложить. Что вы можете продать. Кому вы можете предоставить ту или иную услугу. Ребята вышли и продают кофе. Отлично. Мы отсюда уже оставили 500 гривен. Пьем кофе и радуемся. Молодцы ребята зарабатывают. Аптека зарабатывает деньги. Прилогбанк сидит зарабатывает. Охрана выходи слушай о чем мы говорим. И сотрудники кидайте свои платежечки в банк. Кассы закрывайте и выходите. Коломойский не обеднеет. Ничего страшного. Коломойский знает о чем мы ведем речь. Сегодня другие все партии должны вокруг нас. Поставить свои будки. И слушать о чем мы говорим. Я дальше продолжаю вам говорить. Взяли 100 гривен с Повещенко. С Ляшка. Там из других самопомощи. И проголосовали 26 числа за партию 5-10 номер 6. Потому что это ваше светлое будущее. Запомните. Это касается каждого. И относится к каждому гражданину нашего государства. Нашего к сожалению нищего. Убогого государства. Как бы это ни звучало. Потому что денег на территории нет. Потому что чтобы были деньги. Предприниматели где вы тут? Ездите на джепах. Остановитесь. Давайте поговорим. Что нужно сделать. Чтобы деньги были у вас. И на территории Украины. Правильно создать условия. Отменить налоги. И объявить всему миру. Что у нас безналоговая территория. 5% с продаж только. И 10% социальных налогов. Где по сути сам предприниматель никогда налогов не будет платить. И весь мир. Весь мир приедет со своими миллионами и миллиардами сюда. И будет здесь деньги зарабатывать. Он будет зарабатывать деньги здесь. И своим семьям. И я пойду к нему работать. И у него буду зарабатывать деньги. Мне не имеет значения кто мне будет платить. Или ароп. Или афроамериканец. Или израильчанин. И так далее и тому подобное. Если он мне больше заплатит чем наш украинец. Хохол. То тысячу. А мне будут 5 тысяч предлагать. Я пойду к нему работать. Не имеет значения абсолютно. Самое главное в сегодняшнем мире. В мире информационных технологий. Это деньги. Сегодня. Не бойтесь дождя. Дождь это хорошо. Мозги вам немножко помоют. Прочистят. Сегодня. Благодарите. Что мы приехали к вам. В Сиркас. Проделали этот путь. Нас никто не спонсирует. Мы сами скинулись деньгами. И сюда приехали. И будем вам проповедовать. И будем дарить вам слово. Дарить мечту. Потому что ваша цель сегодня. Скидывает с себя налоговое рабство. Никто другой не приедет сюда к вам. И не будет рассказывать вам о том. Как необходимо жить. Как необходимо зарабатывать. И что делать. Чтобы действительно у вас у всех были деньги. А это реально возможно делать только тогда. Когда вы с себя скидываете налоговое рабство. Будут с брусчаткой разговаривать. Но будут всегда сеять слово. И будут всегда говорить что вам необходимо. Эта брусчатка положена за деньги. За деньги. Которые должны были поступать с предпринимателей. А не с казнокрадом с бюджета. Умольчане. Дайте ответ на вопрос. За чьи деньги красивая тротуарная плитка положена. Под зонтиком кто стоит умольчане. Предприниматели или казнокрады из государства. Кто дал деньги на такую красивую плитку. Девушка. Ответ. Казнокрады. Правильно. Если казнокрады положили миллион долларов себе. А сто тысяч гривен на эту плитку. Поверьте мне. Я знаю о чем я говорю. Где Кубернатор Тул в Черкасах смылся. Оставив только свои яйца там. Я сейчас расскажу почему. Сегодня голландцы приезжали с деньгами. И говорили. Зашли к нему в кабинет. Говорит. Сергей Борисович. С переводчиком. На украинский бой. Сергей Борисович. Тут пришли инвесторы иностранные. Люди, которые знают как зарабатывать деньги. И как давать возможность зарабатывать деньги вам. В Черкасской области. В целом. Людям. Мы хотим в селе Лесках. В Черкасском районе. Открыть завод по производству. И фактически реализации продуктов господинского производства. Огурчики, помидорчики. Горух, боби и так далее. И Велик сказал. Хлопцы. Сидите там. В очках своих. Девочки. В Польше. В Португалии. Где-то. Сидят. Спрятались. Прият. Работай с людьми. Общайся с людьми. И он вышел. Со своими очками. Сидит в кресле. И говорит. Хлопцы. Разумеете. Так пытание не вырешивается. Потому, что вы знаете, как как раз награды с вами разговаривают. Они говорят по-перше. По-друге. И по-третье. И сидит и говорит. Хлопцы. Так пытание не вырешиваются. Что-то я вам маю давать. Нет. У меня сидит с двух сторон. Слева и справа. В левую сторону Бурднаска. Один миллион долларов с чемоданом. И в правую сторону другим миллион долларов с чемоданом. Вот или я завершаю судьи. С другими еду на Киевке Руковичу. Им буду давать дозу. Что сделали канадцы? Мужчина. Что сделали канадцы? Как вы думаете? Отвечаем. Плюнули в очки Тулубу. Взяли свои миллионы. И уехали в Европу. И Черкассия, и Украина. Черкассовость потеряла деньги, потеряла инвесторы. Тех же самых там 200-300-500 рабочих мест. Все. Тулуб после Майдана. Что сделал? Кто знает. Губернатор наш в Черкасской области бывший. Вы сейчас не отвечаете. Давил вас тут. Не давал вам зарабатывать. Мужчина опять подсказывает, что сделал Тулуб. Он с такой скоростью убегал в Черкасской области. Что забыл свои яйца. Которые построил на площади у себя. Он был тоже в администрации. Левое и правое яйцо. Пожалуйста, мы говорим вот откровенные вещи. И сегодня единственное, что поменялось в Черкасской области. Появился новый собственник этих яиц. Который также их моет, чистит и поливает. И дождь еще сегодня нам прибирать. Все. Ничего не меняется. Мы неоднократно уже выступали перед облдержкой администрацией. И заявляли свои протесты. Всех бюджетников в нормы затаскивают. Всех бюджетников диктуют правильно. Те, которые выгодны им. Что ты будешь деньги сегодня получать только с государственного банка. Но не с того банка, который будет выгодно тебе. Поэтому, мальчане, мы делаем небольшую рекламную паузу. Спасибо вам. И вы должны понимать, что сегодня избавить себя от налогов единственный шанс все остальные партии за все хорошего. Порошенко, не бойся, подходи под навес. Приватбанк сегодня кофе нам сделает. Обогреет и защитит от дождя. Потому что мы также за сотрудников Приватбанка переживаем. За каждого из вас. За всех стоящих под зонтом. За мужчину. За Приватбанк и так далее. Спасибо всем большое. Зарабатывайте денег. И думайте только о себе, о своих семьях. В этом государстве ничего не светит. Пока мы не ведем систему 5-10. Запомните. Как мантру. Повторяйте. И так далее. Спасибо большое. Меня зовут Александр Бадашко. С вами родились по политическим спискам. Партии 5-10. Спасибо. Спасибо, Александр. За то, что я смирно молода. Как нам жить и какая цель у нас у партии 5-10. А цель партии 5-10 это богатые граждане Украины. Пока граждане Украины не обогасятся. И не будут достаточно зарабатывать. У нас будет самое бедное государство в мире. 5% с продаж без налоговой государства. Это абсолютно конкретная цель. Это абсолютно конкретная миссия. Это абсолютно простое правило, которое нельзя подменить тупыми наборами суповыми. Посмотрите, какими фразами говорят сегодняшние. Нету заокругленных столов. Есть либо идея, либо ее нет. Либо красивая золотая Украина, либо ее нет. Очень легко и просто проконтролировать. Как проконтролировать партию Лешка. Насколько он радикальный. На 5 или на 10. На 12. На 17. Насколько красивая партия регионов. Или другие там партии Порошенко совершенно непонятно зачем. «Самая главная мечта Порошенко это то, чтобы дети говорили на двух языках. Это мечта президента могущественной европейской страны. Это очень печально. Другая мечта Порошенко это то, чтобы у нас было 16 тысяч долларов на душу населения. Это гарантированная ваша нищета. Мы вас поздравляем. Весь вопрос в том, насколько быстро мы станем богатыми. И тут надо жить простыми примерами. А примером нам может быть только Гонконг и Сингапур. 40 лет и мы супер богатые. 40 лет без налогового государства и население супер богатое. Мы говорим о деньгах наших, а не конкретных чиновников. Все происходит именно так. 40 лет и здесь на территории Уманы будут построены самые богатые отели в мире. Но это станет невозможным только тогда, когда мы отменим эту рабскую составляющую налоги. Вдумайте слово «рабство». Три уровня этого рабства есть. Рабство личное, когда человек человека мог захомутать и сделать с ним что хотел. Рабство земельное и рабство налоговое. Политическая партия объявляет священную войну налогом. Новый экономический майдан может принести нам новую идею. И все начинается отсюда. За кожей можно почувствовать о том, что людям надоели все эти майданы и все люди начинают говорить о деньгах. Именно об этом говорит политическая партия ТОП-10. О ваших деньгах. 5-10. Простая мантра. Отменить налоги и оставить два. Только так сюда придут деньги. 5-10. Простая элементарная мантра. Номер 6 в избирательном списке. У вас с каждого из вас есть уникальный шанс притронуться к чему-то великому. К миссии, которую поставил нам наш лидер Геннадий Викторович Балашов. 5-10. И у вас есть шанс включиться в некую миссию. Спасибо и до встречи в эфире. Украина. Все вывезли из страны. Все работали. Все платили податки. И когда мы сделаем миссию, то я думаю, кто в гаражах. Дома переплетелись. Все будут платить за путевельными и на социальных. Поэтому программа хорошая. Только Эфир Галашов поездок и не изменил свою программу. Смотрите, мы вас будем осведомлять о всех митингах. Вот в субботу завтра мы планируем третий автопробег. В городе Европейске. На площади Победы начинаются. Поезжаем до площади Комсомола. В центре останавливается. Мы вас будем осведомлять. И вы, если вы у меня возможности, собирайте людей. И поддерживайте. Чем больше вас будет, тем больше люди будут говорить о конкретном мире. Вы будете говорить. Вы можете приходить на вечер. Нет. Вы уже не знаете. Вы знаете. Вы можете приходить на вечер. Вы можете... У меня не будет... Мы на рынке тоже будем собираться. Обязательно. Скажите результаты. Обязательно. Ну, мы их працвали за поляков. Мы их... Мы не можем сделать. Мы не можем сделать. Мы не можем сделать. Но совсем не людей. И не так. Поверьте мне. С партией 5.10 вы сможете, если вы не сможете. Но вы с вами. Мы вам поможете. И вы нам помогите. Тому треба на сегодня працювати с молодой. Я уже не в том веке, чтобы меня слушали. Люди, которые знают меня, например, так. Я дякую, что есть действия власти и знаю кто я. А наши действия социального. Мы не треба уже не славы. Не политики. Мы не треба, чтобы политики такие, как вы жили в Украине. Еще Украину. По примеру Сингапура. По примеру Швейцарии. По примеру Гонконга. И Арабских Эмиратов. Потому что это единственные безналоговые зоны на территории мира. Мы хотим сделать на территории Украины безналоговую зону. Чтобы нам полились деньги. Деньги со всего мира. Поднять экономику. Поднять заработные платы. Добавить рабочие места. Только так мы можем выйти из того невежества, из той нищеты, в которой сейчас мы находимся. Пять процентов с продажей действий социального. Вот главные. Которые выгодны для народа. А не те, которые проплачивают избирательную компанию 20-30 миллионов долларов. Партия 5-10. Это ее лозунг. Безналоговая Украина. Два налоговая Украина. И этих денег будет достаточно для поднятия бюджета в три раза. Этих денег будет достаточно для увеличения рабочих мест и увеличения наших зарплат и наших доходов. Это единственная народная партия, члены которой и активисты, собранные по фейсбуку. С одной идеей ввести в Украине два налога. Создать на Украине безналоговый рай. Подходите, интересуйтесь. Ищите нас в интернете. Это единственная партия, которая пользуется новыми технологиями интернетом. Вся коммуникация проходит у нас через интернет. Это единственная партия, которая широко представлена в интернете. Введите в гугле две цифры. 5.10. Наш сайт 510.com.ua. 5.10. Вот панацея. Панацея той бедности, в которой мы сейчас находимся. Вот будущее Украины. Это введение безналоговой территории на Украине. Это налоговый кодекс, состоящий на одном листочке. С двумя цифрами. 5.10. Только при такой системе мы можем знать и понимать, сколько мы платим налогу. Каждый ребенок ответит пенсионер, сколько вы платите налогов при системе 510. Задайте себе вопрос, сколько вы платите налогов. Вы не знаете. Ни в процентах, ни в количественном. Ни сколько денег, ни сколько процентов уходит с вашей зарплаты и сколько уходит при покупке товаров и услуг в магазине. У нас запутанная система налогообложения, состоящая из 23 налогов. 130 налогов и сборов. Тамошенные пошлины. Мы постоянно платим налоги при каждом звонке по телефону в пенсионный фонд. При каждой покупке товаров. При каждом заправке автомобиля. При каждой покупке алкоголя и табака. При покупке лекарств 7% в НДС уходит. Уже уходит в этом году. До этого мы не платили. 5.10. Вот единственный выход. Наш номер 6. Биолетние политические партии. Хватит избирать те же самые лица. Хватит голосовать за законхен, за косу, за перчатки, за вилла. Надо избирать новых людей. Продукцию приходится платить. А бюджет с этой партией ограничен только доходами граждан. Это единственная партия, которая финансируется гражданами Украины. Активистами, которые поддерживают местоловые государства. 5.10. Вот две цифры. Вот панацея для нашего государства, для граждан Украины. Как разбогатеть. Заходите в интернет и интересуйтесь. У нас баллотируется 29 партий. Все программы партий можно найти на сайте ЦВК. Откройте и найдите номер 6 в бюллетне. Найдите партию 5.10 и почитайте ее программу. Программы состоит из 12 центов. Простых, понятных даже ребенку, студенту и пенсионеру. Две простые цифры. 5 и 10. Вот система налогового обложения, которую мы предлагаем. Если вы с этим не согласны, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, сколько вы платите налогом. Вы не сможете ответить на этот вопрос. Ответьте, пожалуйста, сколько у нас налогов. Вы не сможете ответить на этот вопрос. Потому что наша налоговая система запутана так, чтобы граждане не знали, сколько у них нет яблок государства с командой денег. Чтобы они не понимали и не задавались этим вопросом. Почему их каждый день виднеют? Почему цены каждый днем растут? Почему все дорожает? Почему мне не хватает уже денег на обувь, одежду, охотимые в рваных носках и рваных трусах? Потому что нет денег на покупку и привлечение. Это нас привела налоговая система, которая существует, которая запутанная, которая толщиной как война и мир в двух домах, которую никогда никто не мог прочитать. Но все знают смысл. Все знают, да, есть налоги, но сколько я плачу, я не понимаю. И не хочу интересоваться, и я не хочу напрягаться. У нас появился уникальный шанс 26-го числа этого месяца выборы в парламенте, новые лица, которые не были при власти, которые не были запятаны бюрократизмом, с новым понятием экономики, с новым понятием государственности. Наше понятие государственности – это богатые граждане. Только богатые граждане могут обеспечить богатое государство и обеспечить достойную жизнь пенсионерам и себе. Для этого нам надо, чтобы полились деньги инвесторов на территории Украины. Мы можем предложить только безналогов в Украину. Украину с двумя понятными налогами – 5% продаж и 10%. Это такая система, которую будет знать даже школьник, студент, пенсионер. Спросите, сколько вы платите налогов при покупке – 5%. Сколько вы платите зарплаты – 10%. При такой системе вы можете подсчитать, сколько вы потратили налогов в год, в месяц, в квартал, в пятилетку. И потом спросили государство, где мои деньги и почему я за них ничего не получил. 5-10 – простая система налогообложения. Кто интересуется, подходите, мы расскажем. Наша программа «Сыбы 12.30». У нас 173 кандидата. Это обычные рабочие, предприниматели, бизнесмены, юристы. Это те люди, которые образованы, понимают и поняли причину всех наших бедов. И нашли для себя единственный выход. Это продвижение идеи 5-10. Вне зависимости от результата, победим мы на этих парламентских выборах или не победим, мы будем бороться за идею 5-10. Потому что эта идея уже существует больше 3-х лет и количество поклонников растет в генетической прогрессии. Более миллиона гардов уже поняла, что такое идея 10-10. По такому пути пошел Гонконг, Сингапур, Арабские Эмираты. Грузия даже пошла по такому пути. Сократила количество налогов до 5-ти. И в нее пошли инвестиции запасных компаний и корпораций. Нам, гражданам Украины, надо объяснить нашему государству, что мы хотим жить в богатой Украине, зарабатывать деньги достаточные, которые необходимы для проживания. Чтобы граждане Украины становились богаты. Чтобы мы на эту зарплату могли даже покупать автомобиль, как в Европе. Для этого нужно вести простую и понятную систему нового обложения. И отменить старую казнакраску, запутанную систему налогообложения. У нас была реформа. Некоторые спрашивают, сколько сменять можно этот налоговый кодекс? Налоговый кодекс был подписан в 2010 году Виктором Федоровичем Януковичем. Он взял свод закона, свел в одну книжку. И назвал это налоговым кодексом. И выполнил условия Европейского Союза. Введение всех налогов в один кодекс. Вот что он сделал. Мы предлагаем уничтожить этот налоговый кодекс. Ввести налоговый кодекс на одном листочке. С двумя понятными цифрами. Одинаковыми для всех. Для мелкого, крупного и среднего бизнеса. 5% продаж и 10% при зарплате. И чтобы этот налог платил каждый гражданин. Получил зарплату, а ввес банк 10%. Тогда вы сможете понять, сколько вы платите налогов. И на какие деньги задерживаются государства. Такая система просто уничтожит казнократов. Потому что при такой системе невозможно будет украсть у бюджета. Невозможно будет размещать себе НДС. При такой системе 80% чиновников, которые обслуживают эти казнократские налоги, просто идут в народное хозяйство для производства ВВП. 30% в черкасах занятого населения составляют государственные служащие. Вдумайтесь в эту цифру. 30% получают зарплату из государственного бюджета. Где эти деньги, откуда они берут и кто их кормит? Мы их сами создали такую систему, которая засет деньги из бюджета. Зачем они вам нужны? Надо их сократить. А сократить мы можем их только по причине сокращения разрешительной системы. По причине сокращения налогов. По упрощению системы налогообложения. Государство не должно ввадить в экономику. Государство должно дать возможность гражданам Украины спокойно, беспрепятственно заниматься тем бизнесом, которыми они хотят. Они должны дать возможность инвесторам прийти в Украину и вкладывать в Украину, потому что это будет выгодно. Сейчас бизнес и капиталы убегают с Украины. Олигархи выводят деньги за фсоров. Не надо забирать деньги у олигархов. Надо дать возможность инвесторам вернуться в Украину и делать бизнес. Чтобы у нас условия ведения бизнеса были намного выгоднее, чем в том же Кипре или в том же Сингапуре. Это единственная идея, которая выведет Украину с налогового рабства. Налоги на территории Украины. Какая разница, кому принадлежит завод? Порошенко или какому-то американцу? Главное, что он стоит на нашей земле и на нем работают наши граждане. По такому пути пошли Сингапур, Тайвань и Арабские Эмираты. По такому пошла даже Грузия. Эти страны за 20-30 лет превратились в самые богатейшие страны мира. Чем мы хуже их? У нас хорошая земля. У нас работающий народ. Нам не дают возможность просто-напросто заработать. Мы, государство, даем 6 часов в день, каждый рабочий день. Представьте, вдумайтесь в эту цифру. И мы не можем даже посчитать, сколько мы платим налогов. Пенсионеры глубоко ошибаются, что они не платят налоги. Они платят минимум 20% при покупке любого товара или услуги. Я не считаю, при алкоголе 46%. При табаке 57% вакцина только платится. Почему на самые дорогие цены? Потому что в их стоимость входят бешеные налоги. Почему продукты питания в Европе дешевле, чем у нас? Почему лекарства в Польше дешевле, чем у нас? Потому что к нам прилипает 60% налогов, которые мы отдаем государству. И на котором зарабатывают олигархи. Пять эллигархических групп, которые находятся в Украине. Революция не произошла. Произошел, можно даже сказать, просто переворот. Мы одни лица сменили в парламенте на другие. Сменили президента. Но революция должна произойти в наших головах. Хватит кормить государство. Пора позаботиться о себе. Мы должны провести полностью революцию налоговой системы и государственности. Мы должны государство построить с нуля. Богатую страну Украины. С которой простая система налогообложения. 5% с продаж и 10% социального. Присоединяйтесь ищите нас в интернет. Это единственная партия, которая собрана по Фейсбуку благодаря новым технологиям. Это единственная партия, в состав которой входят граждане Украины. Которые спонсируют сами эти партии. Ни один олигарх нас не поддержит. Вы не увидите нас по телевизору. Потому что олигархам невыгодно показывать нас по телевизору. Вы скажете, мы первый раз про вас слышим. А вы хотя бы пытались зайти на сайт СВК и посмотреть список. Сколько партий баллотируются в Верховную Раду? Кто мне ответит? Да никто. Потому что никто не читал и не смотрел. Какая программа у Ляшка? Да никто не ответит, потому что программу мы не читаем. Мы только смотрим на лица. Какая программа у Блока Порошенко? Да мы тоже не знаем. Какой список Блока Порошенко? Сколько людей идет в парламент? Мы не знаем. Мы знаем, видят только Порошенко. Мы видим только Косу Юлю. Мы видим только Яценюка в Народном фронте. Сколько людей идет? Никто не знает. Появилась новая партия Самопомощь Сколько людей баллотируется? Кто ответит? Сколько в самопомощи идет людей в парламент? Как думаете? Кто-нибудь ответит? А никто не ответит, потому что даже не читали Вот почему Незнание, глупость наша И тупость, и лень Вот приводит к той ситуации, в которой мы сейчас находимся Никто не интересуется Все смотрят рекламу Зомбо-ящик по телевизору Все виды одни и те же лица Нас просто-напросто зомбируют А включить мозг, зайти в интернет, почитать Проанализировать, сравнить хотя бы программы У нас мозгов уже не доходит Поэтому так и живем Партия 5.10 открывает вам глаза Партия 5.10 просветляет ваш ум Сокращение налогов Вот единственный выход Два налога в Украине Вот единственный выход для Украины А не коза, очки и выла Люстрацию Люстрация к нас ничего не приведет Мы заменим одних однократно на других Те, которые наворовались Придут те, которые не наворовались Научатся и также будут воровать Менять надо систему полностью Систему, которая грабит и постоянно тянет деньги с наших карманов Вот что Кто смотрел фильм «Матрица» С тем боролись? С матрицей, с системой боролись И мы должны побороть систему Вот главный посыл Партия 5.10 Мы единственная партия, у которой лозунг и программа написаны на флаге и названии Единственная партия, которая несет какую-то смысловую нагрузку Что такое свобода без экономики? Что такое батьковщина с бедным ограбленным народом? Что такое блок Порошенко «Еднаемость»? С кем мы? «Еднаемость» Мы же объеднались, как могли Вот, партия 5.10 Это две простые цифры 5% с продаж и 10% Вот наша цель И вот результат, который мы достигнем в любом случае Вне зависимости на этих правламентских выборах Или на следующих Это движение, которое растет много миллионов В генетической прогрессе Нас уже не остановить Хватит Мы и так босые и голые Мы хотим наконец-то зарабатывать Трудиться и спокойно иметь за это достаточно денег Чтобы обеспечивать свои семьи Хватит нас грабить Только система 5.10 приведет бизнес в Украину Только система 5.10 поднимется экономику Читайте, ищите Хватит лениться Только лень привела и тупость наш народ Такому состоянию Потому что мы опять смотрим на лица На косу, на вилла, на очки и на возра Товстый, гарный Янукович у нас высокий, статный Я за него голосую А Юля у нас очень хорошая фигура Очень хорошая балака Я за нее проголосую А Санюк знает английский Вот хороший мужчина Я за него буду голосовать А Ляшковсик посылает куда подальше И с земли Вот гарный мужчина Вот какие мы выводы делаем Видя наших политиков А кто-то поинтересовался Какая у них программа Что они несут население Что они предлагают по экономике Что они предлагают по вооружению Нет, никто несет Агрыценко бывший министр Да, у нас Вооруженных сил Он все время правду говорит Молодец, я буду за него голосовать А вы почитайте, что он по экономике предлагает Он приезжал в Черкассе два раза Два раза ему вопрос задавал Что вы предлагаете по налогам У него оказывается вопрос налогов И вопрос экологии Экология у него оказывается главнее Любые вопросы решаются только с помощью денег Возьмите экономику Экологию Надо поставить очистление сооружения Деньги Вопрос по дорогам Надо ремонтировать дороги Деньги Надо транспорт улучшить Деньги Надо что-то закупить в школу Деньги Надо улучшить образование Деньги Любой вопрос, который вы зададите Убирается в деньги Где их взять В бюджете Что бюджет кормит Экономика Экономика у нас падает Как поднять экономику Привлечь деньги инвесторов и не отдалживать Как мы можем привлечь Нам ничего продать Мы можем привлечь Только условия Создание на территории Украины Безналоговой территории Налоговый рай Двумя понятными налогами Для всех граждан Для всего бизнеса 5% с продаж И 10% Политическая партия найдет На любой ответ Любой ответ На любой ваш вопрос Потому что все вопросы решаются Только с помощью денег 95% вопросов в жизни Решаются только с помощью денег Кто-то говорит Мне экономика неинтересна Мне интересен Бог Я верю в Бога Вы в церковь идете Вы свечку должны купить За Кристины заплатить На церковь вообще пожертвовать В больницу пойти Заплатить врачу Заплатить лекарства Какие еще вопросы Не решаются с помощью денег Любовь Любовь без денег Ничто Жене хотя бы Какой-то подарок Цветочек купить Тоже надо деньги Дети наше счастье Да Ребенка надо Накормить Обуть И в школу отвезти Опять деньги Все вопросы возвращаются К искомым К деньгам Которых нам не хватает Как нам их заработать Мы работаем по 12 часов Мы не можем все равно Обеспечить себя Потому что деньги Это универсальный инструмент Который просто оценивает наш труд А наш труд Грабит государство С помощью налогов Более 60% Забирают государство С нашего кармана 6 часов в день Мы работаем на государство Два часа только на себя Вот эти реальные цифры И где эти деньги? А эти деньги в карманах олигархов Мы их не можем вернуть с офшоров Партия Свободы предлагает Закон ввести О возвращении Как вы? Деньги это такое средство Которое уйдет от ваших законов По-любому Деньги только туда Где им выгодно Вы идете в магазин туда Где вам выгодно покупать Дешево и качественные товары Так и бизнес идет Только в те места Где ему дешево Вести свой бизнес Только на безналоговой территории С простой понятной системой Мы предлагаем Простую понятную систему налогообложения 5% продаж И 10% социального И это решит все наши проблемы Которые существуют на территории Украины Присоединяйтесь Ищите нашу партию Поделить в интернете Это единственная партия Которая собралась По Фейсбуку И идея Пропагандировалась Уже 3 года Это движение Которое много миллионов И растет По геометрической прогрессии Сейчас просто у нас Шанс появился Выйти в парламент И мы организовали Зарегистрировали партию Сколько идет парламент партии Ответьте Кто знает Хотя бы приблизительно Никто не знает А сколько партии мы знаем Максимум 10 Те, которые по телевизору Крутят Хватит смотреть зомбоящих Есть универсальные средства Которые позволяют Анализировать всю информацию И найти любую информацию Раньше это было в библиотеке А теперь это интернет Все, что вы хотите узнать Залезьте в интернет И прогуглите Если мы вас затронули От своей идеи Залезьте и прогуглите 5.10 гугли наберите И почитайте, что мы предлагаем Зайдите на сайт СВК Есть все программы Почитайте, что Ляшко предлагает Что Баттищина предлагает Что предлагает Народный фронт Что предлагает Блок Порошенко Ничего они не предлагают Борьба с люстрацией Окончание войны Про экономику никто не говорит Задаешь вопрос Сколько вы хотите налогов убрать Я не знаю Но надо радикально менять экономику Как радикально? Как налоговый кодекс радикально? Радикально Вот их ответ Радикально Радикально 0.5 налогов убрать Или 5, или 10, или 20 Сколько надо оставить? Радикально Вот ответ Ляшко Итак, спросите любой партии Приезжает к вам партия на встречи Подойдите, не поленитесь спросить Как вы будете поднимать экономику? Вам расскажут про борьбу с коррупцией Про иллюстрацию И про умовы для инвесторов Задаешь конкретный вопрос Какие умовы вы хотите предложить? Чем вы завлечете деньги на территорию Украины? Если у вас война, запутанное законодательство И развитый бюрократический аппарат Чем вы заманите? Только системой простой и понятной Для любого гражданина Для любого инвестора Придет инвестор на территорию Украины И спросит Как у вас платить налоги? Любой мальчик подойдет, школьник Скажет Дяденька, у меня 5% с продаж И 10% социального Мои батьки платят Все, вам понятно? Инвестор разъедет руки Скажет Ёхан и бабай Почему я не здесь? Почему мои деньги не крутятся на территории Украины? Сейчас вы спросите у любого мальчика Сколько его родители платят налогов? Не знают, потому что и родители не знают Сколько его пенсионер платит налогов? Не знают, потому что пенсионер Никто не интересуется Потому что система сделана так, что невозможно ни посчитать Ни посмотреть И мы не знаем сколько От нас скрывают все налоги, которые мы платим Единственное, кто официально зарплату получает Там написано, сколько выраховывается с его заработной платы Все, остальное от нас все скрывают Читайте, заградательство Два тома вот таких Война и мир Налоговый кодекс И один налоговый инспектор полностью не прочитал этот налоговый кодекс Потому что на нас 15 налоговых инспекторов сидят на одном налоге, чтобы контролировать Он знает четко свой налог Все Вот для чего содержится такая армия 15 человек черкасных обслуживают подоходный налог Умножьте это на количество областей, на количество налогов 23 налога Не считая сборов А если посчитать все сборы, налоги, патенты, лицензии, 130 налогов и сборов в Украине существует Никто про них не знает Даже Яценюк про них не знает Потому что Яценюк рассказывает, что у нас единый социальный внесек 40% надо сниживать до 15% У нас 34,7% социальный внесек Он даже цифры этих не знает, а он рассуждает об экономике Только система 5-10 привлечет деньги Только понятная система Только понятной системе будет развиваться бизнес и подуть инвестиции в Украину Спасибо Блестящий спич чуманчане Прекрасно сказал Павел Козлов Просто великолепно Единственное, что вы можете полезного еще сделать в своей жизни Это проголосовать за отмену налогов себя, своих детей и внуков Все Это касается каждого из вас Потому что в нашей жизни, фактически, в сегодняшнем современном мире Нужно думать о себе В первую очередь, а не о государстве Потому что государство о нас не думает Блестящие были слова Блестящая партия, блестящие идеи Номер 6 в избирательном бюллетене Мы сегодня едем лечить свои голоса Будем опять восстанавливаться и приезжать и проповедовать Безналоговую Украину Безналоговое государство и снятие налогов с себя со своих детей И со своих последователей Которые хотят жить в красивом государстве В красивом, богатом государстве Украинцы Скидывайте с себя налогов 26 октября Приходите и голосуйте За политическую партию 5-10 Которая говорит, что необходимо уничтожить всю существующую налоговую систему И оставить простые и понятные налоги 5% из продаж и 10% социальный налог Здесь наш налоговый код изображен на нашем флаге Спасибо за поддержку, молодые девушки Мы верим в наше светлое будущее Потому что, по сути, 1200 гривен пенсионер получает Вы должны получать 300 долларов минимум Год назад ваша пенсия была 150 долларов Сегодня и 100 долларов нету Вот так вот И опять придется вам, к сожалению, голосовать за партии За все хорошее Которые в вашем дворе Покрасили лавочки в ваших кистах Лифтов Лифтов поцепили зеркала Крутили лампочки И побелили бордюры Но это нищета Это полная нищета Сегодня мы должны думать только о себе Государство вон из экономики Девиз политической партии 5-10 Не надо ковыряться в наших карманах Пошло вон отсюда Мы хотим жить красивым государством У нас есть, по сути, два варианта Жить без налогового красивого общества и государства Первый вариант 226 голосов В Верховной Раде свой премьер-министр И, конечно же, президент Мы будем иметь политическую волю Полностью ответственность взять на себя И отменяем существующую налоговую систему Уничтожаем налоговый кодекс Вводим простые и понятные цифры 5-10 Здесь наш налоговый кодекс изображен на нашем флаге И будет на одном риске Все! Это будет справедливо абсолютно для всех Это будет честно и прямо И мы вводим простую систему Открываем границы Свободное хождение валюты Доллар, евро, гривна, шекель И в таком случае мы на самом деле сможем жить красиво и богато Вы не зайдете в приватбанк, в другой банк И не сможете приобрести доллары Потому что нам НБУ, самый главный казнократ Зарегулировал на такой степени Что мы не можем позволить себе даже купить валюту в нашем государстве Ни о какой Европе речь не идет Потому что нам до Европы как свинья до неба Нам необходимо думать, в первую очередь, как зарабатывать деньги И фактически сегодня Молодежь, запомните Пенсионеры, запомните Если не будет видена система 5.10 То вы должны выехать из этого государства Искать лучшие места Искать те места, где вы сможете жить красиво и зарабатывать деньги По статистике, каждый седьмой украинец уже выехал до пределы Украины И в том числе у меня куча знакомых, которые это сделали И сегодня живут в великолепном, красивом будущем Уманчане, мы благодарны вам, что вы слушали нас Что вы поддерживаете нас Мы еще не раз вернемся сюда Смотрите, ищите в интернете нас Политическая партия 5.10 Но я вам оставлю один минус Ставлю один минус всем уманчанам, тем более предпринимателям За все время, что мы здесь выступали Я хотел купить магнитик, чтобы домой себе повесить На холодильник, где у меня хранится колбаса Никто не предложил, никто не купил мне и не предоставил этот магнитик Минус один вам балл Но вам плюс 100, потому что вы самые богатые граждане и жители Черкасской области У вас два актива Могила Рахмана ЦАД... Я извиняюсь, конечно, что не знаю Садыка Нахмана, подсказываю спасибо И, конечно же, парк Софиевка Не позвольте никому отдать то, что у вас осталось И зарабатывайте на этом Зарабатывайте себе, своим семьям Голосуйте за партию 5.10, номер 6 в избирательном бюллетене 26 октября идем и скидываем с себя налогов Потому что все остальные партии выступают за все хорошее Спасибо большое за внимание Ищите нас в интернете, смотрите, следите И становитесь богатыми, настоящими богатыми гражданами Чтобы вы выехали в Европу, в другой цивилизованный мир И к вам бегали и с вами здоровались за руки И говорили, да, вы поистине богатые люди Спасибо большое, партия только 5.10 Скидываем с себя налоговое ярмо Мы выходим из налогового рабства Все, спасибо большое за внимание Приезжайте завтра все в Черкассу на митинг Мы будем продолжать Спасибо большое Что такое идет интересное? Какая-то Липкан Кто такой Липкан? Игорь Липкан Подходите сюда, расскажите, кто такой Игорь Липкан Вот целая агитационная группа пошла Агитатор, подойдите, расскажите Мы послушаем, нам интересно Потому что партию 5.10 агитируют только добровольцы Нам не платят деньги Мы знаем, про что говорим Это идея, которую мы носим у себя в сердце Это идея, которую мы вкладываем в голоду Подходите Нет, агитаторы постоянно Не хотят про что рассказывать Потому что они не знают, за что выступает Липкан Не знают агитаторы Ляшка, за что он выступает Берите, читайте газетку А рассказать нам тяжело Потому что не про что рассказывать Нечем рассказать Только смотрим рекламу на телевизорах Едаемося, с кем едаемся Народ Украины уже и так объединялся против врага Баскевщина, баскевщина, слава богу, у нас есть К чему они призывают Только мы понимаем и видим будущее Украины Мы видим будущее Украины Богатой, похожей на Сингапур Похожей на Тайвань С огромными деньгами на территории С богатым народом, который работает Получает достаточно денег Мы видим Украину, как Арабские Эмираты Где растут небоскребы не по дням, а по часам Мы видим Украину, такой, где с пустыни становится рай Вот наш идеал Украины Богатые дети Богатые пенсии Сколько мы платим налогов? Кто мне ответит, сколько налогов? Мужчина, сколько вы заплатили налогов в АТБ? Скажите, пожалуйста Не знаем, не смотрим, не интересуемся Сколько мужчина на бензине заплатил налог? Не знаем, не интересуемся Нас не волнует, потому что система сделана так, что от нас скрывают налоги А берут с нас более 60% 6 часов в день мы работаем на налоги, на государство Только 2 часа мы трудимся на себя Где такое было видно? Где такое слыхано? Мы хуже живем, чем рабов Мы отработали 12 часов, пришли домой Думаем, что нам купить, как нам поесть Что нам одеть, как заплатить за квартиру Где позыщить денег, потому что денег не хватает уже на квартиру, на носки, на трусы Ходим в рваных трусах, рваных носках, рваных колготках Как зашиваем только в нашем государстве колодки зашивают, клеют Только в нашем государстве картриджи заправляют везде во всем мире их просто меняют Только в нашем государстве изворачивается потому, что мы постоянно бедны Бедность, вот порог, вот причина всех бед вот то искомое, которое ведет нас Бедность и глупость Глупые, бедные, бедные тому, что дурные Вот ответ Мы не хотим включить мозг Мы смотрим рекламу. Сколько партий? Мужчина, сколько партий баллотируется? Ответьте, пожалуйста, хотя бы примерно в парламент. А ему по боку, видите? Ему неинтересно. Он даже не пойдет на голосование. Зачем это надо? Все равно у нас уже создалось мнение, все равно придут к власти те, кто хочет. Да, есть такое мнение, что голосует не тот, кто голосует, а тот, кто считает голоса. Но у нас есть уникальный шанс 26 числа пойти проголосовать, почитать, пойти рисоваться. Не за старые лица, а за новые. Потому что в парламенте идет 29 партий, а мы знаем только про 8 партий. Есть люди с новыми идеями, есть молодые люди, которые не были ни разу при власти, которые не заплямованы той державностью. Люди, молодое поколение, которое живет в 21 веке, уже можно сказать даже в 22. А у нас идут казнокрады, у которых мышление Советского Союза. Регулировать, дерегулировать и контроль. Контроль. Люстрация. Что такое люстрация? Контроль. Треба создать еще один комитет, еще надо создать чиновников, чтобы тех чиновников контролировать тех чиновников, а те контролировать других. Вот куда мы пришли. Надо освободить просто экономику. Надо убрать, написать закон так, чтобы не было бумажки. Нет бумажки, нет чиновника. Нет чиновника, нет взятки. Отменить разрешительную систему. Ввести два простых налога, понятных для всех, которые будут платить все. Потому что будут понимать, что я плачу 10% со своей зарплаты и я плачу 5% с каждой покупки товаров. Все. Понятно, просто и доступно. При такой системе только деньги пойдут на территорию Украины. Ничем мы инвестора на территорию не заманим. Потому что у нас идет война, запутанный налоговый кодекс, огромнейшая бюрократия и огромнейшие взятки. Любой вопрос задайте, какой касается какой-нибудь вашей проблемы, решается с помощью денег. Деньги откуда берутся в бюджете? С экономики. Экономика откуда берется? Только с налогов, которые платят все. К сожалению, у нас в экономике 60% сидит в тени. Не платит ни копейки. Налоговый кодекс написан так, что деньги выводятся с обшоров. Весь НДС, который вы платите в магазины, забирает Фирташ, Коломойский и еще остальные олигархи. За 5 лет весь НДС, который собрался в Украине, который вы платите в магазине 20%, идет к ним на офшорные счета. Идет к ним в карман. Никто этот НДС не хочет из политических партий, кроме 5-10, отменить вообще в принципе. Потому что НДС придуман во Фрации для того, чтобы в случае первой производства уравнять количество денег и валового продукта в стране. НДС вводится только в случае перепроизводства. У нас недопроизводство, у нас экономика хромая, у нас НДС остается 20%. Я был в Португалии, там НДС тоже есть, Ива называется. Но там на продукты питания он 5%, на алкоголь 20%, дифференцированный. У нас даже про это не говорят. У нас НДС даже на лекарства ввели. Лекарства подорожали с нового года на 7%. И никто не задался вопросом, почему. Почему я должен платить за лекарства, которые стоят в Польше в 7 раз дешевле, я плачу себе в 7 раз дороже. Никто не задается этим вопросом. Почему люди не выходят на Майдан? Почему люди не требуют вернуть свои деньги? Почему люди молчат, только вкладчики подорвались и пошли к Национальному банку? Потому что курс у нас поднялся свои СМИ до 14. И никто не задается вопросом, почему. Почему я вчера зарабатывал 100 долларов, а сегодня 60 долларов. Кто съел мои 40 долларов? Кто их украл? А украло государство, с которым мы и не боремся. А мы только ждем, что оно для нас что-то лучше сделает. Пока мы будем молчать, пока мы будем выбирать косу, очки и вилла, до тех пор они будут нас грабить. Пока они будут выкидывать на избирательную кампанию 20-30 миллионов долларов, они будут нас грабить, чтобы вернуть эти деньги назад и на нас зарабатывать. Вот цель ихняя. Партия 5-10, это единственная партия, которая собралась на Фейсбуке. Это единственная партия, у которой программа написана на флаге. Эти две магические цифры. 5% с продажей 10. Вот весь налоговый кодекс. Только в этом случае пойдут деньги на территорию Украины. Только в этом случае будет развиваться бизнес. Только в этом случае будут зарабатывать и средний, и малый, и крупный бизнес. И любой человек. И все будут платить налоги, потому что 5% с продаж это выгодно. И 10% зарплаты это выгодно и отдаст любой. Задайте себе вопрос, как легче собрать с каждого по 1000 гривен или с каждого по гривне? Вы скажете, конечно, с каждого по гривне. Это мы и предлагаем. С каждого по 10% заработной платы. А не как сейчас. 46. Половина в конверте, половина официально. Некоторые вообще даже официально не платят минималку. У нас налоговая занимается в отделе подоходного налога, собирает всех директоров и требует с них, чтобы подняли заработную плату. Чтобы людей не брали на полставки. Чтобы не платили минималку, потому что малый надход же нет в бюджету. А бизнес им отвечает. Мы не можем больше платить. Потому что если мы будем больше платить зарплаты с вашим налогообложением, мы просто разоримся. Нам легче закрыться и все. Вот к чему ведет нынешняя налоговая система. Два налога, вот выход. Вот единственная система, которая уперет казнократскую систему, уперет эту систему грабежа народа. Свободное хождение валют. Представьте себе, вы получили зарплату в долларах и пошли потратили в магазины. Заправились за доллары. Бензин как 100, доллар 50 так и будет стоить. На него будут только влиять цены на мировом рынке. У нас влияет курс гривни на все цены. Потому что кто-то решил в СБУ заработать, откатать. Государство профинансировало банки олигархов. Рефинансировало. Напечатало гривни, вылило ее на рынок. Они не чтобы дать кредиты или раздать народу. Они взяли и накупили на доллары. Спрос повысился. Доллар, естественно, подорожал. И нигде вы сейчас не купите. Зайдите в любой банк, спросите. Дайте хоть 10 долларов купить хочу. Не купите. Нету долларов. Есть гривня. Берите гривню. И цены дорожают. И всем пофигу. Вот что интересно. Хватит молчать. Думайте. Включайте голову. Зайдите на сайт СВК. Посмотрите, кто что предлагает. Какая партия, кроме лица. Мы даже не знаем список. Партия Батьевщина, там Народный фронт. Идет 220 депутатов. Мы только знаем Яценюка. И все. И еще там пару человек. Сато. Блок Порошенко. Кого мы знаем? С партии Блока Порошенко. Пару лиц. 219 человек идет. Итак, спасибо Уманю. Мы поедем домой из Черкассы. Уже трошечки устали. Так что не ленитесь. Заходите в интернет. Читайте программы. Хватит голосовать за лица. Мы 23 года голосуем за лица. За тех, кто хорошо говорит. Результат вы видите сами. И ощущаете по своему карману. Зарабатывайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова